итак я думаю что можно начинать рамиль валитович вы можете включить звук да я этот я представлю нашего гостя и потом уже перейду непосредственно к введению в нашу лекцию всем ассаламу алейкум всех приветствую меня самого зовут алим махсутов я являюсь главным редактором международного научно-популярного проекта на гаеведение на гайологи и сегодня мы рады наш коллектив рад представить вашему вниманию онлайн лекцию кандидата исторических наук из мухаммедова рамиля валитовича на тему откуда есть пошли но и на две версии происхождения народа вот осознание или знание самого происхождения народа она дает очень многое самому народу да это и осознание себя и своего места в этом мире да и среди окружающих так далее принятие образа народа и его культуры от от происхождения от происхождения народа очень сильно зависит сама культура народа да и также понимание этногенеза и процессов которые происходили в в становлении в истории этнической истории самого народа да то есть осознание происхождения народа но знание происхождения народа это практически стержень на котором должен народ зиждется до стоять и в этом плане парадокс заключается в том что у нас в отношении нашего народа в отношении ногайского народа практически отсутствует единое представление о происхождении этого народа да и есть определенная дискуссия есть определенные разные взгляды которые влияют и и на сам народ и внутри народа это оказывает влияние и также вот этот вот факт он оказывает влияние и со стороны исследователей да вот в отношении нашего народа в том что нет единого мнения откуда наш народ вообще появился и это лекции этой лекции мы надеемся на то что данная лекция положит начало решению этого парадокса решение эту этой проблемы и в дальнейшем это задаст скажем так начало той дискуссии в и по итогам которой должно быть получено определение четкого четкое определение происхождения ногайцев и так я хочу предоставить слово нашему спикеру нашему лектору ишмухамбету рамилю валитовичу кандидату исторических наук ассистенту кафедры в астраханском авиационно-строительном университете государственной архитектурно-строительный университет строительный университет города астрахани прошу рамиль валитович вам слово ассалам алейкум уважаемые зрители здравствуйте добрый вечер для меня честь оказаться в таком замечательном обществе в ряду тех спикер кто уже выступал на данном проекте тема безусловно такая очень животрепещущие давно необходимо к ней подойти естественно те сведения которые я собрал и о которых буду сегодня говорить они на конца в полной мере не исследованы но тем не менее как известно любая научная тема она требует своей разработки она не позволяет сразу говорить об окончательных выводов и тем не менее то чем я сегодня хочу поделиться и так ногайский народ как известно это народ тюркский по происхождению ногайский язык входит в копчакскую группу языков ногайско-копчакскую подгруппу нет никакого разногласия то что послужили предками для ногайского народа племена тюркские тюркские и вот если мы обратимся к источникам 18 века к работам Василия Никитича Татищева Петра Ивановича Рычкова в тот век когда зарождалась собственно российская академическая наука мы увидим что уже тогда появляется интерес к теме кто такие ногайцы в описании всех народов проживающих в российской империи мы можем встретить такую цитату сейчас не дословно но ногайская орда ногайцы давно известны под именем сим ногайская орда была наизнатнейшей с 13 столетия занимала территорию Кавказа при Черноморье и упоминается до Нижней Волга то есть уже тогда было некоторое представление о том кто такие ногайцы естественно еще ранее да в до так скажем до академический период были сношения русского государства с ногайской ордой и с другими государствами которых проживали ногайцы естественно любое научное знание но да собирается постепенно и сад соответственно если мы посмотрим на то каким образом происходили происходил изучение истории ногайского народа то увидим в основном это все-таки было не напрямую да несколько покасательный мы находим сведения о ногайцах в различных работах например в работе иоганна гюльденштадта в его путешествие по югу россии мы видим как он описывает ногайцев он связывает с ногайцами разного рода археологические памятники северного кавказа связывает именно с золотоордынским периодом и путешествие которое совершил уже несколько позднее петер симон павлас он тоже описывает ногайские орды четыре ногайские орды которые занимают всю территорию кубани знаменитые знаменитые зарисовки гейслера гравюры которые описывают внешность ногайцев и что интересно в тот период естественно даже карачаевцев и балкарцев относили к ногайскому племени по языку то есть это вот был самый начальный период в 19 веке изучение ногайского народа оно естественно вышло на качественно более высокий уровень нельзя здесь естественно не отметить работу Павла Ивановича Небальсина который описывал нижневолоских ногайцев и и внимательно обратился к не только к этнографическим сведениям но и к к историческим сведениям связал ногайцев с Эдике связал ногайцев с ногайской ордой с астраханским ханством и внимательно изучал эпический материал который существовал все это мы можем увидеть естественно в его работе кроме того хочется отметить работу знаменитую работу новые сведения о истории к истории Кавказа Будкова Петра Григорьевича где он собственно говоря описывает все ногайские орды и начинает с самого раннего периода из тех что был доступен ему а это непосредственно отношения правителей ногайской орды с царем Иваном IV Иваном Васильевичем Грозным позднее вышла знаменитая работа в начале в начале двадцатого века Веселовского которую он так также связывает ногайцев с происхождением с югом России с причерноморьем и с ханом Ногаем Николай Михайлович Карамзин в своей работе «История государства российского» также он связывает связывает ногайцев происхождением с ханом Ногаем позднее уже в ранний советский период интерес к Ногайской орде к ногайцам он в принципе не исчезает но тем не менее отдельного исследования мы касаемо того периода не имеем и об этом писал Вадим Ильич Штрепауз в своей замечательной монографии истории Ногайской орды то что неожиданная помощь пришла со стороны исследователей эпического наследия а это капитальные работы Виктора Максимовича Жермунского посвященного эпосам тюркских народов посвященные эпосам тюркских народов где он изучая эпос Ногайские эпосы прежде всего эпос Эдеге коснулся истории Ногайского народа Ногайской орды сравнивал события которые происходили в реальной жизни с теми которые отложились в эпосах естественно полного соответствия не будет но тем не менее он отметил что наиболее близки к историческим событиям именно те версии Ногайских эпосов которые бытуют собственно у самих Ногайцев Кроме того изучением Ногайцев их антропологии этнографии занималась Татьяна Алексеевна Трофимова как раз и на Нижней Волге и в Каранагае естественно что связывали эти исследователи Ногайцев непосредственно с Золотардынским населением с Копчакским населением несколько позднее уже мы сталкиваемся с замечательными работами Натальи Георгиевны Волковой которая опять-таки связывала Ногайцев с Ханом Ногаем своим происхождением считала коренным населением Северо-Кавказских степей затем ученик примерно параллельно с этим же временем ученик Виктора Максимовича Жермунского Ашима Мамазимович Секалиев провел исследование всех имеющихся в распоряжении Ногайских эпосов он и сам был фольклористом собирал фольклорные тексты эпические и его знаменитая работа Ногайский героический эпос на основании его диссерционного исследования она как раз-таки тоже выделяла историю Ногайцева и выводила ее с периода Хана Ногая в период раннего Золотардынского периода и вот он внес такую интересную концепцию западных Ногайцев и восточных Ногайцев с восточными Ногайцами все понятно это та самая Ногайская Орда которая существовала между речью Волги Урала а западные Ногайцы здесь он говорил о живших в большой Орде ханстве о тех Ногаях которые жили в Приазове то есть вот он таким образом условно разделял в 1988 году вышла работа вышла работа коллективная монография Ибрагима Хамзановича Калмыкова Ашима Имамазевич Секалиева и Рамазан Кусевич Киритова Ногайцы это выход этой книги стал безусловно событием для всего Ногайского народа до сих пор во многих семьях как реликвия хранится эта книга и опять авторы придерживаются вот этой точки зрения что Ногайцы являются потомками тех самых кочевников южно-русских степей полосов печенегов асов которые при хане Ногае сплотились воедино и консолидировались в новую Ногайскую общность книга это замечательно еще и тем что она коснулась не только истории но разных разных областей научного знания в том числе этнографии вот и долгое время она была наиболее информативной наиболее ценной книгой по истории Ногайского народа и до сих пор она в принципе не утратила своей актуальности несмотря на некоторые устаревшие сведения но все изменилось с выходом работ с выходом работ Биарслана Малбекуча Качакаева это первый Ногайский профессор замечательный исследователь он родом со Ставрополя но большую часть своей жизни он провел в Казахстане вот сначала защитил кандидатскую диссертацию затем ему удалось защитить в Ростове докторскую диссертацию вот и его капитальная работа русско-ногайские отношения она примерно ну оказала достаточно сильное конечно да свое воздействие влияние и в этой своей работе он обосновывает и постулирует что Ногайцы это потомки восточно-капчатских племен потомки узбекского и отрицает связь с улусом Ногая достаточно много приводит он архивного материала работа выполнена на таком большом серьезном уровне и опять-таки он отталкивается от того что в списке 92 узбекских племен Иватии упоминаются те племена которые присутствуют в составе Ногайского народа вот вот и позднее произошла такая судьбоносная встреча с одним из подвижников Ногайской Ногайского общественного движения Вальбек замечательный аналитический талант Вадима Штрепова который невозможно отрицать и наверное эта книга она очень долгое время даже думаю несколько столетий будет самое основное для всякого кто изучает историю Ногайского народа и что интересно в своих ранних работах он признает связь Ногайцев с улусом Ногая с половцами северным кавказом а позднее он принимает аргументацию Биарслана Балбековича Качакаева и начинает отрицать связь с улусом Ногая тем не менее надо отметить что Владимир Штрепалов он приводил данные совершенно разнообразные он придерживаясь какой-то точки зрения тем не менее не был зашоренным он приводил достаточно много сведений которые прямо скажем противоречат этой точке зрения и благодаря такому подходу можно сказать что сведения Владимира Штрепалова они нуждаются в дополнительном изучении расширения и естественно что повторюсь вот этот труд истории Ногайской Орды он конечно нисколько не долгое время он не утратит своей актуальности конечно и будет настольной книгой для каждого ногоеведа теперь стоило бы нам сказать о том что все равно несмотря на такой большой вклад несмотря на такие можно сказать выход таких серьезных работ по истории Ногайского народа разговор этногенезе Ногайского народа об его происхождении о его исторической связи с той или иной территорией он не может быть завершен и поэтому мы хотим привести некоторые данные которые находятся в нашем распоряжении относительно связи Ногайцев с той исторической территорией где сейчас они проживают Нижнеположье Северный Кавказ Прикубания Республика Крым и вплоть до Приазовья как уже было сказано изначально в русской академической науке российской академической науке происхождение Ногайцев связывали с Северным Кавказом при Черноморье с Крымом уже позднее мнение несколько изменилось и можно сказать что вопрос это стал дискуссионным здесь нужно еще отметить специально что с крушением Советского Союза на территории на территории бывших советских республик начинает развиваться свои собственные исторические школы вот например на территории республики Казахстан два соавтора авторы университетских учебников по истории Казахстана Иркенабиль и Аманжол Кузимбайулы они горячо поддержали идеи Биарслана Балбековича Качакаева и выдвинули свою версию о происхождении нагайцев из ханства Качевых узбеков и стали в тесном таком да при помощи тесных научных связей они смогли предложили вернее такую версию как связь нагайцев с именем Нагай да с именем правителя Сыгнака Хана Каранагая вот такая интересная версия была выдвинута и ее частично поддержал Вадим Ильич Штрепалов хотя впоследствии как нам известно ну мне довелось посчастливилось общаться он все-таки от этой версии отказался то есть вообще особо стоит сказать о том как они видят историю нагайского народа эти два исследователя если мы обратимся к их работам то увидим что вот они говорят для территории населения для вот населения территории современного Казахстана и предшествующих ему государств и народов было свойственно сначала свойственно сначала этноним Копчак затем этноним узбек параллельно этноним нувай а затем в конце концов был принят этноним казах то есть вот этноним нувай для этих двух исследователей это как бы такая промежуточная фаза для всей истории казахского народа то есть они не отделяют нагайский народ от народа казахского и связывают происхождение с восточно-копчарскими племенами с узбекским если мы посмотрим на территории российской федерации на такое интересное явление как научную школу существующую в республике Татарстан то там несколько таких видных исследователей существует и пожалуй самые известные из них самые именитые это доктор исторических наук Дамир Мавлевич Исхаков и его соавтор Искандер Леручий Измайлов согласно их точке зрения нагайцы это часть средневеково-татарского этноса так называемые нагайские татары это на самом деле устаревший термин очень часто используется до сих пор в татарстанской науке вот связаны с происхождением с Ногайско-Копчакскими группами которые переселяются с Крыма из Причерноморья на территории Волга-Урала и составляют верхушку постзолотардынских ханств в том числе и Казанского ханства и Касимовского ханства Астраханского ханства Ногайской Орды ну надо здесь отметить что в Касимовском ханстве и в Казанском ханстве эта верхушка она внешне называемой татары она себя резко отделяла согласно концепту Исхаку Измаилова от податного населения а затем уже при смешении это имя татар было перенесено на подвластные группы населения то есть есть вот такая интересная концепция что Ногайцы представляют собой часть большого татарского народа средневекового а потом уже как говорит Искандер Леруший Измаилов модерновой татарской нации теперь пожалуй стоит обратиться к третьей части нашей лекции так если условно разделить это связь с лусом Ногая от почему допустим да современные представители Ногайской общественности и научные и культурные они не не отошли да так скажем от этой очень распространенной версии и здесь пожалуй стоит сказать о том что личность самого хана Ногая который родился 1235 году и скончался в 1300 году потомка Чингисхана со стороны Джучи потомок Чингисхана дед его бывал отец Тадархан и собственно сам Ногая это такая очень важная значимая личность в подчинении ему был именно западный западный улус Золотой Орды и здесь наверное уместно будет привести цитату из византийской хроники из Пахимеры этот автор говорит о том что Ногай будучи прислан своими правителями из Прикаспийских степей занял запад Орды подчинил народы которые прежде были в подданстве у Византийской империи а это это и болгары это и зихи косоги это и русы это и вот и починив их себе сделал их своими союзниками далее сообщает что они все приняли один язык приняли одни обычаи вот такая интересная цитата то есть происходит такой интересный процесс консолидации на территории при Дунаве существовала его ставка в городе Исакчи билась монета он стал сначала полусамостоятельным затем самостоятельным правителем существует дискуссия о том был ли он ханом или нет но на его монетах есть надпись хан и ряд исследователей считает что он стал основателем династии ногоидов он и сын его чака и самое главное здесь то что он продолжил дело хана Берке по исламизации Золотой Орды он вступал в дипломатические отношения на равных и с самой Византией с европейскими государствами брал дань русских княжеств пожалуй многие знают эту эту историю эту личность тем не менее значимость очень велика значимость очень велика здесь нельзя опять таки обойти стороной то что на самом деле для Золотой Орды период Нагай это был такой период оформления параллельно с правлением Бату и Берке когда Золотая Орда превратилась из части Монгольской империи в самостоятельное государство кроме того и первый этап становления мусульманской религии это также первый этап для консолидации тех народов которые были подвластны Орде воедино в нечто новое хотя ряд специалистов считается что никакого отдельного единого народа в Золотой Орде не сложилось тем не менее вот часть специалистов в том числе Раиль Гумерыч Кузеев они считают что и наш Рамазан Хусинишкирит они считают что вот это было начало для формирования Нагайской общности которая потом впоследствии уже в Монгольском юрке и в Нагайской Орде сформировалась в Нагайский народ те кто пытается так скажем возражать они обычно приводят такие аргументы что нету сведений о переселении между речью Волги Урала из территории подвластных Нагаев нету упоминаний о Нагаях на территории запада эти упоминания наличествуют на территории востока однако всему этому на все это можно привести некоторые возражения имеются совершенно новые материалы которые позволяют уточнить данные уточнить вот эти вот исторические события и их связь в частности мы не можем обойти стороной открытие Жекселака Мурадовича Сабитова о том что мангыты они существовали не только на территории Средней Азии но и существовали именно на территории западного Уса Золотой Орды они непосредственно подчинялись хану Нагаю в частности упоминается Куримса знаменитый который совершал собирал дань и совершал походы на территории русских княжеств упоминается также ряд мангытских правителей которые состояли в войске Нагая согласно тем данным которые приводят Жекселак Мурадовича Сабитова непосредственно они были подчинены Нагаю потом впоследствии рассорившись после некоторых так скажем санкций которые были в отношении вот этого мангытского мангытского племени правителя мангытского племени они отошли от Нагая и этим они спасли себе жизнь как мы знаем в 1300 году Нагай был убит и его земли были поделены между сыновьями Тахты Артем Андреевич Порсин он в своих работах по истории Нагая приводит сведения о том что земли его были разделены между наследниками Тахты в числе тех земель которые были розданы Ильбасару одному из сыновей Тахты достались территории на Яике это та территория где впоследствии была образована Нагайская Орда здесь же мы пожалуй отметим сведения несколько более поздние из иранской рукописи Нусаха Джиханара где упоминается о том что между ним то есть между Тахтой и Нагаем по которому назван данный юрт то есть в этой персидской рукописи в этом персидском источнике территория Нагайской Орды с Нагаем ну это не не единственные такие сведения можно упомянуть карты и прочие летописные известия которые говорят о связи с связи Нагая и Нагайцев так в валашской хронике датируем 1402 годом упоминается что Белгород входит в землю Нагайскую в морской карте Андрея Андрея Бианка 1436 года упоминай 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 как это правильно сказать есть обозначение на этой карте существует легенда Нагая на территорию рядом с рекой Днестр на этой же территории несколько позднее будет основан будет существовать Мангытский юрт Большой Орды вот здесь очень важная такая будет ремарка о том что на самом деле этноним Нугай и вообще предки Нагайского народа они проживали далеко не только в Нагайской Орде но и проживали на территории других постзолотордынских образований прежде всего речь идет конечно о Большой Орде как собственно говоря стоит отметить это вот Мангытский юрт Большой Орды который существовал на территории Приазовья и впоследствии в переписке один из потомков Мангытскую Бии Темыра Дивей повелитель крымских Мангытских он говорил Дед мой Темир был на своем юрте в Нагаях речь идет конечно вот как раз об этой территории между Днепром и Днестром ну нам эта территория известна и этот Мангытский юрт известен именно тем что в нем проживал Нагайский знаменитый Нагайский средневековый Кроме того следует отметить продолжая вот эту тему что мы не можем ограничиться только письменными источниками мы должны обратиться конечно к источникам которые существуют среди тюркских народов традиционные родословные мы должны придерживаться для изучения этой тематики подхода междисциплинарного мы должны приводить сведения не только исторические но и прочие которые позволят нам удостовериться в правильности наших выводов в частности вот мы привели некоторые сведения касаемо связи Нагаев с Большой Ордой вот сведения о переселении да то есть я немного перескочил сведения о переселении из Междуречья Волги Урала на территорию вернее из территории подвластных Анагаев некогда это Причерноморье Крым Северный Кавказ на территорию Междуречья Волги Урала эти сведения очень многочисленные ну если говорить о как раз таки письменных источниках прежде чем говорить о Сежире это вот упоминается в работе Ахси Кенди об этом говорил и писал кыргызский исследователь Табулда Акеров о том что некоторые рода в годы существования Золотой Орды переселились на территорию Средней Азии из Причерноморья те которые были подвластной ногой это вот то о чем прежде всего хотелось бы сказать затем родословные многочисленные щеджереи башкирских племен это и Муйтен Усерган Юрматы Копчак они свидетельствуют о том что некогда на Гае переселились территории территории Причерноморья Крыма Кубани Кавказа на территорию на территорию Междуречья Волги Урала здесь надо подчеркнуть что известный и именитый исследователь истории Башкирского народа Раэль Бумерч Кузеев он как раз таки связывал происхождение Нагаев Нагайского народа с Улусом Нагая именно на основании данных этих подкреплял эти сведения археологическими сведениями которыми располагал атаковые действительно имеются это работы Федорова Давыдова работы Евгения Ивановича Нарожного о переселении Золотардынского населения именно Половецкого на территорию Нижней Волги и Волгу Урале с территории с территории как раз Северного Кавказа и Юга России на самом деле сведения родословных и археологических сведений они не исчерпаются только лишь башкирскими так известный исследователь Каракалпаков Лада Толстова она как раз таки Лада Сергеевна Толстова она связывала происхождение Каракалпаков и некоторых из них родов в связи с преданиями с Северным Кавказом то есть исходная точка переселения в преданиях ряда каракалпакских племен упоминается Каптау то есть Кавказ Гуржуастан то есть Грузия об этом сохранились сведения родословных у каракалпахов мюйтенов узбеков метанов ровшанские узбеки они непосредственно сообщали о том что некогда переселились из России из территории Причерноморья Кавказа ну надо сказать что археологические данные Михаила Викторовича Горелика они тоже приводимы именно они тоже говорят в его интерпретации о переселении населения западного Улса Золотой Орды между речи Олги Урал если мы с вами будем обращаться к данным прочих наук то есть если мы будем обращаться например к данным лингвистики то доктор филологических наук Анна Владимировна я думаю представление не нуждается она связала происхождение ногайского языка именно с западно Копчакским кругом племен то есть с половцами то есть по исходному своему положению ногайский язык он имел западно-половецкие черты а затем после переселения соответственно он обрел некоторые восточно-копчакские черты за счет контакта кроме того что интересно Анна Владимировна ДБО она связывает происхождение татарского языка с языком ногайским здесь это можно объяснить таким образом что вот эти вот о которых мы уже говорили служилые элиты которые составляли управленческие группы постзолотардынских ханствах многие из них они имели ногайское происхождение если мы обратимся к данным археологическим краниологии комаров и чхоидзе приводят данные о том что ногайцы разной серии ногайских черепов из могильников приазовья северного кавказа и нижнего положения они схожи между собой но кроме того имеет сходство большое с прежним половецким населением южно-русских степей здесь видна преемственность в принципе об этом писала и Татьяна Алексеевна Трофимова еще ранее ну здесь мы можем в принципе приводить очень много данных которые есть в нашем распоряжении можно упомянуть такие данные о том что например собственно говоря в ногайских традиционных эпосах достанных топонимика она имеет четкую привязку к Кавказу Крыму в эпосе Орюамет который болтовал еще ну описывает вернее золотоордынские события все это время Хана Джанибек Орюамет айсулмного события часть событий происходит на северном Кавказе причем это не только в ногайской версии но и в кумыкской версии кумыкские ученые приводят сведения о том что местность Копчугай на территории равнины Кумыки вот есть некоторые топонимы связанные с Орюаметом можно упомянуть о том что в эпосе Игиге и в эпосе Нурадин в принципе упоминается долина реки Терек то что Терек был дарован Кадырберды сыном Тахтамыша в управлении Нурадина в эпосе в Нагайском эпосе Мусюкебатыр действие происходит на территории современной Осетии в в эпосе Капланла действие происходит на Кубани даже вот в исследованиях казахского краеведа и исследователя фольклора Серегбола Кондубая упоминается местность Кондекер Кобанжурт то есть это собственно говоря Кубань и Прекубани ну здесь пожалуй ничего удивительного в предыдущих своих выступлениях я в принципе исследованиях касался темы заимствования эпоса 40 Нагайских богатырей в среду западных казахов в 18 веке кроме того стоит упомянуть о том что в Нагайских эпосах упоминаются половцы как именно предки если мы обратимся к зачину эпоса 40 Нагайских богатырей там упоминается Куман Ульке Капшагам то есть страна Куман в моей Капшаге об этом есть замечательные работы Ахмед Аминча Ярлыкапова если мы обратимся к самому эпосу при перечислении тех правителей которые правили некогда Нагайским народом Сабрая Ярау упоминает Когун Джойхан Котейхан то есть тот кто небосуд потерял Хан Котин в работах Джалилы Шихмурзаева мы можем встретить предание Кобек Хан и Котян Хан как раз таки в связи с с памятью о половецком Хане Котяне и на самом деле можно добавить даже то что современные генетические исследования они позволяют определить и подтвердить вот эту миграцию из территории Причерноморья Крыма и Северного Кавказа на территорию Междуречия Волги и Урала так вот например ваш покорный слуга и лектор при проведении генетических исследований было выяснено что я отношусь к гаплгруппе I2 P37 2 которая маркирует как раз потомков населения при Черноморье и Балкан не только у ногайцев но и например у башкир которые связывают свое происхождение с ногаями давние населения произошло таким образом что носители этой гаплгруппы у башкир и у ногаев они присутствуют переселение это это позволяет связать это переселение с 14 примерно веком с территории при Черноморье на территорию Междуречия Волги и Урала Кроме того Кроме того исследования генетические в области так называемого адмикса то есть когда происходили важные изменения в генофонде ногайцев который производил Bayezid Yunusbev они позволяют определить что этот адмикс у ногайцев дата да и время его внедрение так скажем генофонд ногайцев он произошел несколько иначе чем у например у казахского народа если у них это примерно 13 век то у нас это век 17 ну если мы будем обращаться к разноплановым материалам которые у нас которыми мы располагаем увидеть что те вот контраргументы которые приводят сторонники восточно-копчакского происхождения только лишь восточно-копчакского происхождения ногаев они в принципе не вполне основательны и те данные как новые так и старые которые мы располагаем позволяет говорить о том что все таки ногайцы они исторически связаны с теми территориями этническими где сейчас проживают и наверное было рано соглашаться с той точкой зрения которую была высказана биарсланом балбековичем кочакаевым в отношении того что нет никакой связи между улусом ногая ногайской ордой и хотя конечно я здесь сделаю наверное такую важную ремарку что несомненно и восточно-копчакское влияние на ногайцев было и нельзя так скажем так как то вот исключить эту сторону этногенеза тем не менее мы опираясь на те данные которыми располагаем можем говорить уверенно о том что основой для ногайского этногенеза был все таки западный улус Золотой Орды прежнее еще половецкое население и в лице ногайцев мы видим именно потомков этого давнего населения большое спасибо спасибо у меня одно дополнение и один вопрос дополнение вы коснулись исследования Жаксулыка Муратовича Сабитова это действительно прорыв я бы хотел немного больше об этом сказать почему потому что Жаксулык Муратович он установил буквально родословную эмир Эдиге и родословную ногайских ахмангытов причем она прослеживается прямо со времен Чингисхана но самое главное что он установил связь Эдиге предков Эдиге с самим ханом Нугаем так он установил что полководец Нугая Янджи является являлся полководцем непосредственно Нугая и после после убийства Нугая со стороны хана Тохты да Янджи остался он не бежал за пределы государства Нугая остался там и перешел на сторону Тухты то есть действительно Эдиге был непосредственно из потомков населения вот того самого Нугая у нас я анонсирую доклад Жаксулыка Муратовича на нашем канале у нас выйдет видео с его докладом именно как раз таки по поводу родословия родословные Эдиге и по связи Эдиге с ханством Нугая у нас оно выйдет материал уже у нас присутствует мы его обработаем и выложим в ближайшее время что же касается моего вопроса Рамиль Валидович вот вы если свести все к краткому да вот к такому краткому повествованию вы обозначили несколько мнений это мнение того что Нугай происходит от населения ханства Нугая такого скажем так государственного образования которое образовалось в одной части в одной из частей золотой орды также вы указали мнение о том что не связывают то есть восточное такое восточное мнение что Нугай происходит от населения Средней Азии это та часть скажем так ученых которая не связывала непосредственно Нугая с населением бывшего улуса Нугая и если мы говорим то есть в этой связи я считаю что было важно было бы важно упомянуть о том какие территории включали включало вот это вот ханство Нугая какие территории в него входили вот и какие народы если можно тезисно какие народы входили вот в это географическое пространство Ну спасибо за вопрос на самом деле определение тех границ которыми правило Нугай оно тоже порождает споры среди ученых но я уже упомянул то что это территория начиная от Яйка правой стороны Волги до 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 при Дунаве это и Крым и территории Северного Кавказа само собой вот вплоть до до границ нынешней Украины Украины вот эта территория при Азове все эти территории они находились в непосредственном подчинении Нагая в соответствии с теми историческим источникам которые у нас есть ну я отсылаю к работам Артема Андреевича Порсина там вот он собственно говоря описывает географические границы что касается народов которые были подвластны Нагаю ну вообще Нагай он брал дань с территории южных княжеств полководцы совершали походы на Киев но в соответствии со сведениями Магомеда Сафаргалиева ордыноведа ему прежде всего подчинялись копчаки асы печенеги то есть это ну если мы будем даже смотреть на состав современный Нагайского народа то такие племена как Капшак Англы Ас они до сих пор присутствуют в нашем составе составе Нагайского народа Спасибо большое Рамиль Валитович пожалуйста пожелающие задать вопрос поднимайте руки ставьте там есть такая функция поднять руку поднимайте руки и мы будем давать слово я вижу что Виктор Михайлович который хочет задать вопрос пожалуйста Виктор Михайлович вам слово Большое спасибо Большое спасибо Рамиль Валитович очень интересно у меня два вопроса первый какой комплекс отнесенных и доказательных новых источников вы ожидаете в ближайшее время по Нагайсу так ну спасибо за вопрос на самом деле очень большое количество источников которыми мы сейчас ну располагаем так скажем или же готовимся к их выходу присутствует на арабском языке на тюрки до сих пор еще не переведен вот я к сожалению ну связан некоторыми обязательствами не буду раскрывать всех карт тем не менее в числе этих источников и те которые были предоставлены мне вам то есть это та же родословная да Нагайская родословная об основании Сиитовки это естественно более ранние источники в частности которые описывают постардынские ханства есть мы будем говорить да я уже в принципе сказал то что нельзя ограничиться только лишь традиционными источниками есть источники связанные с генной географией я никак не могу их отметать вот они позволяют очень удивительные выводы делать либо подтверждать выводы предыдущих исследователей ну я уже сказал о том что имеется и археологические данные данные археологических исследований которые как раз таки позволяет больше узнать о истории Нагайского народа в том числе и вот на территории Астраханской области только предстоит к сожалению я тоже посетую на то что именно из среды Нагайского народа очень мало если не сказать почти нет исследователей археологов исследователей именно в той же генной географии мало но есть надежды есть у меня некоторые знакомые из молодых общественников нагайцев которые уже готовы взяться либо уже взялись за вот такие исследования спасибо спасибо я сейчас тоже провожу раскопки среди самого себя и ситовская рукопись она существует в трех-четырех вариантах и я никак пока не могу отнести их между собой так что тут источниковическая работа очень большая второй вопрос мой продолжение первого вопроса допустим вы сейчас выступали бы не перед нами вы довели свое изложение до семнадцатого века а перед нагайцами большой массой в аудитории которые интересуются своей историей как бы вы строили выступления если вы говорите о семнадцатом веке после семнадцатого допустим так мы уже коснулись восемнадцатого с вами вот перед вами сидят нагайцы хотят знать о своем происхождении раннем происхождении будут связывать со своей нынешней жизнью какие акценты вы расставите ну я вот да хотел коснуться этого в своей такой небольшой импровизированной лекции дело в том то что нагайский народ это как и любой народ многокомпонентный народ вот и что немаловажно сейчас вот стоит особо отметить что при формировании нагайского народа вот эти исторические события которые связаны с постсордынскими образованиями они сыграли важные значения если более точнее то при крушении Большой Орды Тахт-Эли урбежу 1500 года те племена которые были в составе Тахт-Эли они частично вошли в состав крымского ханства а частично вошли в состав нагайской орды уже это население да мы так скажем можем сказать что стало объединено с нагайской ордой если мы будем говорить в астраханском ханстве вот мы об этом говорили то что это тоже было не мононациональное государство да пожалуй поле этничное и естественно там проживали группа нагайцев не сомнение даже основу составляли если будем говорить о крымском ханстве то после крушения этнополитического нагайской орды вот эти огромные массы которые жили за Волгой они стали начали постепенно переселяться сначала в Прикубань а затем и в Крым те нагайи которые проживали в большой орде а не в нагайской орде это те самые мансуры они опять таки переселились на территории крымского полуострова частично частично ну проживали там же да то есть вот эта огромная территория да вот эта огромная территория фактически которую когда-то занимали наши предки в принципе занимают и нынешние потомки она вот эта вот территория она требует того чтобы ее более так скажем скрупулезно изучали все вот эти многочисленные связи связи не только поздние о которых сейчас я сказал а те ранние о которых говорил до того да в самом начале своей лекции то есть связь эта она очень тесная вот и тем кто хочет изучить свою историю историю своего народа надо понимать что она с одной стороны вроде бы проще чем казалось а с другой стороны куда сложнее да таких простых построений вот и здесь еще пожалуй хочу отметить что любая нагайская группа которая сейчас существует а их-то несколько она многокомпонентная вот в мое последнее последнее выступление я хотел да что отметить то что я говорил о том что нагайцы карагаши они частично большей своей частью наверное состоят из нагайцев потомков кубанской орды но тем не менее явно да что рода которые в объединении десант участвовали они попали в состав нагайцев карагаши это можно проследить по родоплеменному составу то же самое верно в отношении кора нагайцев вот вот эти вопросы да сейчас можно очень долго об этом говорить все эти вопросы они требуют уточнения более глубокого исследования мы сейчас только намечаем некоторые контуры несмотря на ту титаническую работу которая уже была проделана совершенно разными исследователями в разных областях науки о которых я говорил мы на самом деле еще многого не знаем спасибо большое спасибо большое согласен Рамиль Валитович вместе с вами и с остальными присутствующими подумаем об экспедиционных поездках может быть даже весьма дальних без них не обойтись и еще одно ситовской рукописью мы с вами займемся в ближайшее время будем отрабатывать ее потерянные краешни желаю удачи спасибо за лекцию спасибо вам Виктор Михайлович не за что спасибо Бекулат Рамбердиев поднял руку пожалуйста вопрос можете задать ассалам алейкум уважаемые братья и сестры алейкум ассалам первым делом хочу поздравить Рамиля Валитовича с получением ученого звания вторым делом выразить благодарность всем за дисциплинированность во первых проявленной этой конференции во вторых спасибо Виктору Михайловичу за то что участвует в конференции поддерживать наших ученых ну как простой обычно нагаяц но как и как youtube-блогер хочу сказать что поддержу всеми мерами всеми силами начинания наших нагайских ученых и особенно Рамиля Валитовича вопрос может звучит вот так вот на него частично ответил Виктор Михайлович тем не менее задам его наверное Вадим Веницирович Трипалов упоминал о среде монголов или у Чингисхана группы новаев не отдельно человека с именем новаев а группы новаев то ли это был народ то ли это был не знаю что племя может какое-то было вот соответственно он говорил дескать что он не знает что с ним что делать с этими сведениями пусть земля им будет пухом он недавно упокоился соответственно знает ли наш уважаемый молодой ученый что делать нам с этими сведениями спасибо ну эти сведения я уже говорил необходимо дополнительно уточнять но на самом деле еще в сокровенном сказании монголов говорится о том что первыми племенами которые некоторые были в Бургунжин-Такуме да там и те которые связаны с происхождением с монголов там упоминается племена нукус и киен нукус нукут это то же самое это многочисленное множественное число в монгольском языке для слова нохой нохой или ноха это как раз да то что звучит как нагай сейчас в современном нагайском языке на самом деле диалектических вариантах в монгольском языке тоже есть это слово у современных бурят есть племя которое так и называется нохай да есть племя чонос у калмыков да но это же племя если я не ошибаюсь но и бурят точно есть племя нукай то есть это племя оно существует и здесь вопрос о единосущности его современным нагаям да он открыт вот в своем общении а я общался имел счастье с Вадимом Штрепавовым он говорил о том что мангиты упоминается отдельно а нагая отдельно с нукой вот это еще предстоит изучать это еще предстоит изучать и пока рано говорить о том да какая здесь связь с нами современными нагаями однозначно современные нагая это не монголы в большинстве своем хотя у нас есть монгольский компонент поэтому наверное об единосущности говорить не стоит а вот о взаимовлиянии это конечно вопрос интересный спасибо спасибо большое все вопросы закончились у нас такой похожий вопрос и как я понял несколько человек хотели его задать я думаю что кажется что Рамиль Валитович на него ответил вот это вот возможно ли существование ногоев как сформировавшихся народа до золотоордынский период то есть до прихода монголов на дачке кипчак в одном из источников хан катян указан как едисан получается едисаны уже были до прихода монголов вот такой вопрос ну группа едисан да она действительно еще Вадим Ильич Трипалов в своем труде истории Ногайской Орды упоминает то что она упоминается параллельно она упоминается параллельно Ногайской Орде и монгольскому юрту и несколько позднее входит чем остальные это вот как раз вопрос о том как происходил происходил сражение Ногайского этноса во первых во вторых надо здесь отметить что относительно едисанов вот их состав племенной он не всегда коррелирует с составом прочих Ногайских племенных объединений то есть это показывает их такую особенность в третьих надо здесь упомянуть то что в недавно высшей высшем переводе работы Абуллахар Кареми 18 века там упоминается то что едисаны они уже существовали ко времени Нурадин эти данные опять-таки тоже нужно проверять вот и еще предстоит ответить я вот сейчас на данный момент не могу полноценно ответить на данный вопрос однозначно спасибо ну да я думаю что нет никакого никакой проблемы то что едисаны могли существовать уже в составе куманов то есть западных кепчаков и это как раз таки существование едисан среди западных кепчаков куманов оно как раз таки является дополнительным доказательством того что возможно целые племенные союзы да входили в состав уже сложившиеся но это да конечно предстоит изучать это всего лишь гипотезы Амир Дамирович Амир Дамирович Масаев историк исследователь хочет задать вопрос пожалуйста Амир Дамирович Добрый вечер Хайер Лукиши Парнского ассалам алейкум всем у меня был один вопрос но вот после лекции которую прослушал была прослушана сегодня дополнительный как бы еще один появился ну давайте пройдем по так называемым этнонимам вот Рамиль Валитович сегодня упомянул две гипотезы происхождение этнонима нулай и вообще происхождение народа нулай да вот если так условно попытаться разделить те этнонимы которые давали нашему народу наши соседи это западные в частности соседи юго-западные так условно говоря если брать географию проживания современных наагайцев и восточных вот давайте первый такой вопрос почему вот во многих источниках исторических в частности вот русских европейских также арабо турецко-мусульманских нулайев называют татарами это первый такой вопрос с чем это связано спасибо за вопрос на самом деле я уже обращался к этой теме в своем недавнем исследовании в своей статье посвященные вопросу происхождения нагаев действительно во многих европейских русских и арабо-мусульманских источниках нагаев называют татарами это невозможно отрицать даже если вот обратимся к архивным документам 15-16 веков там параллельно со словом ногое встречается такой термин нагайские татары там ядисанские татары дженбалутские татары здесь не стоит говорить о том что все-таки здесь имеется какая-то не надо думать что есть какая-то этническая привязка к какому-то татарскому этапу почему это так дело в том что один из крупнейших исследователей постзолотардынских и в принципе золотардынских арабографичных источников Илья Зайцев он говорит о том что термин татар стал иметь какую-то конкретную этническую привязку только к 17 веку косвенно к правильности о правильности этих выводов мы можем подтвердить это обращаясь к тому же труду Абульгафар Хареми 18 века там татарами названы и узбеки и калмыки и булгары и даже коранические упоминающиеся в священном коране народы и джуч и маджуч то есть мы здесь из этого да видим то что термин татар он не обозначал какой-то конкретный народ вот если мы обратимся уже к русским источникам касаемо например уральских казаков это вот 17-18 века каким образом формировалось войско уральское войско а там был значительный тюркский элемент это вот данные Мурата Наразгалича Сдыкова из его статьи там мы видим то что сказал казак татарин что я сам из горских черкас сказал казак татарин на коране что я сам из калмыков сказал казак татарин что я сам из трухменских татар сказал что я там допустим да из юртусских татар то есть из нагайцев юртус здесь мы видим то что термин татарин он да не маркировал этничности а он маркировал именно да ну как вы в принципе удачно сами говорили в своих в своих лекциях это это не маркер какой-то непосредственно этнический это маркер такой да так скажем для обозначения территориальной принадлежности если ты происходишь из Европы то ты немец там свейский немец английский немец если ты и так далее если ты происходишь из Асии то ты татарин ну мы помним да первый японец оказавшийся в России при дворе Алексея Михайловича апонского государства татарин Генбей ну я думаю я достаточно об этом сказал спасибо и дополнение вы своей лекции сказали что в частности вот в постсоветском казахстане ну в постсоветском казахстане в науке присутствует такая цепочка условно говоря где нулай как бы нулай как бы составляет такой мостик да между кипчаками условно дуардынской этой и казахи я имею ввиду этноним то есть такую эту цепочку выстроили возвращаясь к этому к отношениям с другим народом с которым у нас был в разные исторические периоды тоже непростые отношения с калмыками частности что вы можете сказать вот на то что калмыки тех же нуваев называли мангат многие народы которые проживали по соседству с теми же нагайцами были в какой-то степени может быть им там в каких-то вассальных и прочих отношениях тоже производные от этого слова мангат но при этом казахов которые претендуют на связь с нагайцами на происхождение так называемых средневековых нагаев этноним мангат так скажем минул в именно в калмыцкой так скажем традиции то есть мы калмыки мы знаем как казах называют хасах если я не ошибаюсь хазгут хазгут да ну на самом деле вы уже пожалуй да коснулись этой проблематики действительно если мы поговорим о калмыках как они маркируют соседи действительно они башкир называют хэштэх мангат улэн мангат называют карачаевцев балкарцев хармин мангат называют крымских татар а именно нас да нагаевцы просто мангат или хара мангат а казах называют хазгут то есть они четко различают ну это ведь вы знаете для современной казахской исторической традиции явление новое дело в том то что вы помните наверняка монографию происхождения казахского народа в острове муканов один из этих авторов он говорит то что в одной из своих работ даже по моему не в соавторстве я сейчас к сожалению немножко подзабыл он говорит о том что нагайцы это отдельный самобытный этнос а вот вот это вот да попытка нагайцев так скажем рассматривать как часть казахского народа это все таки больше явление более современное где-то вот к концу 90-х оно имеет отношение пожалуй так вот и да действительно да вот сейчас мы обратимся даже к трудам уже к силу к мурашу сабит вот там мы увидим что это нога и казах якобы это чисто политические названия народ был один но как мы видим из тех сведений которые у нас есть народы это были разные генетических кстати вот я опять таки обращался к боязиту юнусбаеву за консультацией да вот такая консультация в отношении сравнение генофонда нагайцев и казах тоже был вердикт совершенно однозначный что народы это разные да родственные да там в чем-то похожие но разные разные территории формирования и здесь вот я хочу дополнить свою да вот лекцию в отношении степных крымских татар нагаев и нагаев нас нижневорских северокавказских никаких особых отличий то есть абсолютно те же самые процессы влияли то есть мы видим что в общем-то территория нашего формирования была несколько иная чем у казахского народа хотя мы конечно соприкасались в годы нагайского да великой державе доходила территория да практически до дальних таких рубежей присутствовали мы да и в при артыши были когда-то соседей но тем не менее территория где мы формировались где собственно говоря вся вот эта этническая история нагаевского народа происходила она иная это и наклады отпечаток и на язык и на генетику в принципе и на культуру спасибо большое то есть из этого сделать можно такой вывод предварительно что вот эти выводы которые делают постсоветском казахстане они имеют больше политическое обоснование чем научное да да конечно вне всякого сомнения ну здесь как бы двух мнений быть не может если бы мы были да самое простое определение этноса это группа людей проживающих на одной и той же территории с одним и тем же языком с одним названием которое исторически чувствует да чувствует связь или имеет эту историческую связь между собой мы же не называем себя мы называем себя нагаевым это комплиментарный свой чужой да 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 как говорил в свое время Лев Николаевич Гумилев вот это чувство свой чужой оно позволяет определить да к какому ты собственно говоря относишься спасибо спасибо Авердамирович за вопрос здесь вот такой вопрос от Ильяса Кабулова я думаю что на него ответ мы получили этот вопрос звучит так среди казахов есть понимание что казахи и нагайцы были одним народом в Золото-Ордынский период и являются таковыми сегодня с практически одним языком как вы считаете есть ли основание этому если Ильяс Кабулова если вы считаете что на вопрос ответа не последовало какие-то дополнения то можно можете задать еще раз также здесь есть вопрос от Залины С такой он смежный я думаю что как раз таки вот об основании родства с тем или иным народом мы можем как раз таки здесь вот затронуть в этом вопросе нагайбаки и крымские татары имеют связь с нагайцами или нет пожалуйста ответьте на это спасибо большое за вопрос на самом деле сразу два вопроса но мне это приятно что привлекла да моя лекция такой интерес относительно нагайбаков вот мне посчастливилось опять таки общаться с Иреком относительно происхождения он автор монографии кандидата исторического автор монографии вот как раз о нагайбаках об их происхождении истории вот он на мой вопрос есть ли связь между нагайцами и нагайбаками ответил так что однозначно говорить об этом нет возможности о том что то есть утвердительно нельзя на этот вопрос ответить потому что сведений таких прямых нет была крепость нагайбатская да и вот группу вот этих арских татар и часть казанских татар которые поселили поверстали казаки новокрещены это новокрещены были крещены да они название этой крепости переняли есть естественно легенда о том что вот эти арские всадники да частично копчаки они связаны с ногами но пока у нас к сожалению достаточных оснований от passou это первый вопрос 2 вопрос относительно крымских татар надо сказать что крымские татары на данный момент это такое расширительное значение имеет этот термин и туда входят три субботмоса любую энциклопедию открыте там будет об этом сказано 3 субботнеса это таты это и лобойлу даюーン до южно-бережные крымский татар и степные крымские татар и уже сказал о том что вот именно степные крымске тартар и т hareи которые сами себя называют Ногай. Это фактически генетически один и тот же народ, что и мы. То есть это не только в отношении генетики, это тоже самое верно в отношении языка. И в принципе на самом деле не так давно читал сведения Питера Симона Павлоса «Путешествие по южным провинциям» в 18 веке. Он приводит сведения о том, что на территории Крыма проживают кубанские нагайцы, которые были переселены. После восстания шеиха Мансура, попав в крепостническую зависть, они были розны, они там проживали. Ну, не секрет, этнографические данные для каждого, кто знает, кто такие кубанские нагайцы, он знает то, что много родов, которые переселили с Крыма. Там те же Байдары Мансурские, Верхний Мансурский, Аул Нижний Мансурский и обратно. Тогда вопрос такой, должны ли мы скажем так, переписать образно степных крымских татар в Ногае? Или же они являются частью крымских татар? Спасибо за вопрос. Но на самом деле понятное дело, что сейчас уже, если мы будем ставить вопрос в такой плоскости, уже были такие попытки в 2000-х годах, ни к какому, допустим, конструктивному диалогу это не приводит. Их сейчас, нынешнее название, крымские татары. Это историческое название, да, мы знаем, что ханы называли свой народ, следуя, опять-таки, османской традиции, татарами. Крымские татары – это то, что не казанские. И туда в XVIII веке попадают вот эти вот таты, да, и южнобережные татары. И происходит такой момент, что это сейчас на данный момент единое такое культурное пространство. По-многому единое этническое пространство, так как есть смешанные браки. Вот. И если мы сейчас будем говорить, что нет, вы именно нагайцы, вы порвите со всеми остальными, ну, этого не произойдет, и это будет неконструктивно. Это все равно, что вот если я приду, коронога, я и скажу, вы больше не короногайцы. Но понятное дело, что это, да, для нас единокровные наши братья. И так эти вопросы, ну, не решаются. Мне кажется, необходимо очень деликатно, да, с пониманием относиться к нынешнему крымско-татарскому народу, по-братски относиться. Тем более, я вот повторюсь, то, что степные крымские татары, это и есть нугайи, то есть это вот наши единокровные братья. И все значительно более сложно далеко от вот этих категорий, да, что вот вы там будьте теми или этими в чужой монастырь со своему старым здесь нельзя. Спасибо большое. То есть это практически, скажем так, крымские нугайи, степные крымские татары, это общий такой компонент для крымских татар и для нугаев, что делает практически нас с крымскими татарами ближайшими двумя народами. Я правильно понимаю? Все верно. Я бы даже предложил, я уже предлагал такой концепт, есть карачаевцы, да, балкарцы, два разных названия, народ один, да. Здесь тоже, пожалуй, в отношении крымских степных нугаев, это абсолютно верно. То есть названия-то разные, а народ-то один. Спасибо. Виктор Михайлович, сейчас вы задаете вопрос, Бекблат потом... Менький комментарий. Между степными крымскими татарами и крымскими нагайцами границу провести, ну, бешено, трудно. Может быть, можно попытаться. Я был у нагайбаков, переписываюсь с ними, между ними и нагайцами, если связь есть, то такая отдаленная, через пять-шесть степеней, что очень далеко. Но, тем не менее, усилиями Максима Глухова и Рамазана Кирейтова на Гайбаке и на Гайце сейчас очень сильно подружились. И недавно заключен договор между Нагайским и на Гайбакским районом. Они ездят друг к другу в гости, и им хорошо с обеих сторон. Так что есть история реальная, есть история, которая создается на наших глазах, а кое-где и с нашим собственным участием. Спасибо, Виктор Михайлович. Отличное, отличное дополнение. Бекулат, пожалуйста, тебе слово. Спасибо, Абдулли. У меня вопрос, в принципе, коррелирует с предыдущими вопросами практически. Но есть некоторые частности. К примеру, я хочу спросить про мною любимых каракалпаков. Как они с нами связаны? Являемся ли мы одним народом? И можем ли признать мы то, что это отдельный народ? Или мы, может, каракалпаки? Вот что-то подобное. Ну и, в общем, такой... Это был частный вопрос. В общем, картина такая. Какие народы или какие, может быть, группы в этих народах являются нашим ближним кругом? То есть здесь, за которых мы можем бороться, возрождать там национальное самосознание и тому подобное. Спасибо. Отличный вопрос. Спасибо, Саубол Бекулат. Здесь как раз вот Сулейманов Саламат Ариббаевич заходил и передавал салам от каракалпаков. Вот актуальный вопрос. Пожалуйста, Рамиль Валитович, каракалпаки являются ли единым народом и какой ближайший круг народов для нагайцев мы имеем сегодня? Ну, уже было мною сказано, да, то, что если есть разные этнонимы различной территории проживания, то мы уже не говорим об одном народе, да, вот, безусловно, многие сведения, да, и как раз-таки данные Чижире, вот я до конца не договорил, пожалуй, да, то, что у каракалпаков сведения о том, что они жили на Волге и переселились. Есть сведения архивных источников обращения каракалпаков, где они говорят, что конкретную дату даже называют, когда они выделились из Ногайской Орды, да, но дело в том, то, что это прошло-то уже более 400 лет, вот, и территории проживания у нас разные, вот, и поэтому по обычаям, да, по своей культуре, по языку, несмотря на близость, сходство и генетическое ростло, да, о чем Юлдаш Мухаммад Юсупова говорил, вот, говорить о том, что мы сейчас на данном этапе один и тот же народ неверно, вот, но, конечно, мы народу очень близкий, и судьба каракалпаков нас, она очень заботит, вот это высыхание, пересыхание Аральского моря, да, вот это, допустим, да, взаимодействие с другими среднеазиатскими народами, да, конечно, нам не все равно, но надо определять, да, вот эти вот этнические границы, здесь вот по поводу, да, вторая часть вопроса, по поводу родства и вот этой один народ или не один народ, я могу, наверное, должен обязательно сказать о башкирах, братском башкирском народе, не так давно вернулся оттуда из Уфы, многие поражались, да, насколько мы внешне похожи, меня воспринимают там, как за башкиры там и там со мной ездил юртовско-ногайский активист Раис Усманов, там тоже вот и по языку и по всему прочему, вот, и действительно башкиры-то они входили в Ногайскую Орду, но уже тогда было различие, да, то есть входя, быть в Ногайской Орде и быть Ногайцем, Ногаем, да, собственно, по своему этнической принадлежности, по своей этнической принадлежности, это не всегда одно и то же, такой же пример это вот туркмены, нынешние астраханские туркмены, ставропольские туркмены, Вадим Ильич Штрепалов их прямо называл туркменами Ногайской Орды, то есть это мангушландские туркмены, они были в составе Ногайской Орды, часть, она даже попала в состав Ногайского народа с названием Туркмен, да, Туркмен, вот, есть, опять-таки, архивные данные, что там служили Ногайским князьям вот, туркменского родства представители, но это-то отдельный народ, несмотря на то, что мы настолько близки между собой по одежде, по обычаям, и в Астрахани у нас у юртовцев и астраханских туркмен очень близкие языки и обычаи, и на Ставрополе со ставропольскими Ногайцами и туркменами вот такая близость, но народы разные, вот, с такими вещами, да, с такими высказываниями, пожалуй, там, один народ, да, там, и там, по поводу того, да, кто наследник или не наследник, надо быть более осторожным и смотреть более детально, не стоит упрощать вот эти, да, процессы, я так считаю, это и ненаучно, и непродуктивно. Ну, на ваш взгляд, Ромир Валитович, на ваш взгляд, давайте мы перечислим, как вот я вижу во многих вот видео, таких научно-популярных, вот три ближайших народа для нагайцев. Ну, наверное, надо было говорить о польско-литовских татарах, о липках, у которых очень многих сохранились, опять-таки, родословные, о том, что происходят они из Большой либо Ногайской Орды, либо из Крыма, вот, непосредственно у Виктора Михайловича Викторина близкий друг Джучи Туган-Бурановский. У его родословия было так и написано, вот Виктор Михайлович подтвердит, из гмины простых Ногаев, то есть, из общины Ногаев. То есть, прекрасно знали они свои Ногайские корни, поэтому, конечно, нельзя их не упомянуть, польско-литовских татар, да, вот эти, Хасан Чуковичи, Леон Найман-Крышинский, тот самый, да, знаменитый деятель начала XX века. То есть, они прекрасно знали о своем происхождении, они, на самом деле, и в Крым тянулись, да, и с нашими представителями, с Абдулхамидом Шашевичем, Дженни Беком в Баку на тюркологической конференции встречались. То есть, их обязательно надо упомянуть. Потом, это, конечно, сибирские татары, потому что, ну, само название их еще в начале XX века было Ногай. Ну, естественно, мы не говорим об единосущности, но о близости. Вот, их отличает как раз тот местный компонент, который, там, у заболотных татар, у некоторых прочих. Вот, но, тем не менее, Ногайский компонент там присутствует. Опять-таки, в числе прародин Ногайцев, Ногаев называл Вадим Ильич Штрепалов именно Сибирь. Интересный момент. Это такая-то версия. И, как же без башкир? Естественно, башкиры. Ну, вы говорили, что башкиры это отдельный народ, а про крымских татар мы говорили, что единосущные. Хорошо, если мы говорим о самых близких, о самых близких, там самых близких, тогда польско-литовские татары, степные крымские татары, вот. Если... Или же все крымские татары, если мы будем, мы же говорим о современных нациях. О всех говорить не будет, наверное, так точно, да, хотя сейчас уже есть определенная степень смешения, но смешение еще не говорит о том, объединенной сущности. Вот у нас, например, в Астрахани есть браки там и с казахами, и с казанскими татарами, у кубанских нагайцев в браке с абазинами, с черкесами, но это же не значит, что мы теперь одним народом стали. Очень актуальный вот вопрос. Тогда я, если коротко скажу, что это польско-литовские татары, это часть крымских татар, и это сибирские татары. Правильно я понимаю, это три самых ближайших народа? Да, да. Если добавить, что Туган Мирза, один из командиров Герезвальской битвы и предок профессора Джульча Михайловича, моего покойного друга, он был настоящий нагайец, поскольку титул Мирза и никуда не деться. Да, спасибо. Одни остались мусульманские, другие перешли в христианство, но это польско-литовские татары с белорусско-польским родным языком, но арабской письменностью бывало и такое. Смотрите, такой вопрос, Рамиль Валидович. Здесь вопрос о различии между средневековыми нугаями и современными нугаями, так называемый вопрос о нугаях и нагайцах. Мы часто видим, что некоторые исследователи, они склонны различать между нугаями, которыми представляют именно средневековых нугаях, и нагайцами, которых представляют современным народом, нагайцами, вот этих нугаях, которые сегодня. Вот что вы скажете на этот момент, правомочно ли вот такое вот различие между средневековыми и современными нугаяцами? на самом деле вопрос в такой плоскости, что если говорить о средневековых нугаях и нынешних нугаях, давайте будем говорить о средневековых, например, русских и нынешних русских. Разные ли это народы? Ну, естественно, народы разные. Но являются ли одни потомками других? Безусловно, являются. Если попытка жонглировать терминами со стороны отдельных представителей татарстанской науки, либо науки Казахстана, как-то так. Нагайи и нагайцы это разные народы. Нагайцы это название искусственное, достаточно, свойственно более 19 веку, северокавказскому такому ареалу, хотя оно для многих стало уже сейчас родным. Сами-то себя мы на своем языке называем нагайц, мен-ногайц, боз-ногайц, нет же, мы себя называем ногай, боз-ногай-лар, то есть никакой разницы здесь, собственно, нет. Вообще, опять-таки, Амир Дамирович Мусаев, здесь у нас замечательный наш гость, он уже подымал этот вопрос, я думаю, стоит поднять его и мне, о целесообразности применения термина нагай, нагай в официальные документации, чтобы не было таких, да, интонуаций. А преемственность это, да, она, собственно, говорят, во-первых, то, что народ сформировался в Средневековье, об этом где-то к 16 веку, 15-16 век, об этом говорил Вадим Ильич Штрепавлов, об этом говорил Булат Ахмирч Азнабаев, то есть нагай, они уже были сформировавшись народом, во-первых, во-вторых, собственно говоря, вот эта вот этническая традиция, которая была у средневековых многаев, то есть это эпосы, родоплеменное деление, тамги, да, образ жизни, да, мы сохраняли до начала 20 века, 30-х годов. Если мы будем говорить об генетике или же антропологии, то мы тоже ее благополучно сохраняем, то есть это одна и та же непрерывная традиция, почему это вдруг мы стали каким-то другим народом. Это просто жонглирование терминами. Спасибо большое. Спасибо. Здесь вопрос от Ахмеда, который является из терских Нугаев. Еще раз ассаламу алейкум. Вопрос, Рамиль Валитович, вы сказали ранее, что нагайцы сейчас проживают там, где раньше и проживали. Почему тогда жители Каранугая были окружены таким количеством станиц? Не загнали ли нас в такое гетто после 1781 года? Ну, смотрите, по поводу станиц, окружения казачьими станицами, похожая ситуация была и у кубанских нагайцев. Когда произошло присоединение кубанской орды к Российской империи, были спорадические выступления, уход за Кубань, потом впоследствии те, кто подчинился, они спустились на равнину и их окружили казачьими станицами, чтобы избежать их допустим восстания. Аналогично эту практику по управлению нагайским народом мы ее использовали и в коронагайском приступстве. То есть это было очень удобно. Это было очень удобно. По поводу того, что мы проживаем на тех же территориях, где мы проживали ранее, вот опять-таки в очерке историческом Вадим Миссис Штрепавлова, Малая Ногайская Орда, он говорит то, что еще до Ногайской Орды, до основания Ногайской Орды, предки нагайцев проживали на территории Прикубани, на реке Терек, на степях Северного Кавказа, о чем предания сохранились у Башкира, Каракалпака, у Чеченцев. То есть если мы обратимся к историческим источникам пошел Мурзамамай на старое Ногайское Качевище, на Терек, на реку. Это 1500, рубеж 1500-х годов в русских летописях. То есть это старое Ногайское Качевище. Опять-таки сведения Бориса Алборова, осетиноведа, крупного начала XX века о пребывании нагайцев на территории Осетии. Ногаев на территории Осетии в XIV-XV веках огромное количество этих сведений. Они разнообразные, они огромные. И опять-таки давайте вспомним работы Виноградова о мавзолее Бор-Акаш. Это мавзолей, который находится на территории современной Ингушетии. Возле селения Плива. Да, возле селения Плива еще несколько так скажем раньше периода Ногайской Орды. И местное население связано с Ногаями с группой, которая носила название Борган, Борган, да, и в Ногайских эпусах это отражается каким образом, как Борахан, Борган, Бороган, увал я защитил, Бороган я отстоял, это эпус Мусике Батыр, в составе средневековых Ногайских племен упоминается племя Борган-Копчак. На территории Крыма есть топоним степного Крыма, топоним Борган, Бороган, на территории Румынии тоже есть такой топоним, то есть мы видим, то есть Ногайцы Добрунский, Крымский, те же самые степные крымские татары, этот этноним встречается. То есть таких сведений достаточно много, очень много разноплановых. Но я, пожалуй, упомяну здесь специально о том, что местность Татартуб, она, собственно, Ногайских Татартуб в Северной Осетии, собственно, Ногайских родословных упоминается, то, что там у Байраса, сына Улуса, несколько жен, одна из них, от них произошли Егисаны, Ембайлыки и Егишкульцы, то есть три Ногайских орды. Происхождение это предание крымских Ногайцев. Происхождение свое Ногайцы проживали, Егисаны и Ембайлыки связывались с территориями Северного Кавказа. Таких сведений очень много. Да, вот тоже такой интересный вопрос от Ильяса Кабулова. Территория Западного Казахстана входила в состав Ногайской Орды. Являются ли казахи Западного Казахстана генетическими Ногайцами? Такая формировка. Вопрос этот является таким очень часто задаваемым. На самом деле мы уже подходили к ответу на этот вопрос. Население Западного Казахстана, если сейчас мы будем говорить о Междуречии Волге-Урала, именно казахское, оно поселилось там в 1801 году. С разрешения Павла I произошла перекочевка хана Букея с его подвластными из родов Житеру, Байулы, Алимулы, а до того там, естественно, проживали калмыки. А в подданстве калмыков были Ногайи. Еще раньше там была Ногайская Орда. Это один момент. По поводу генетики. Генетические исследования показывают, что казахи младшего жуза в основном, Байулы и Алимулы собирать названия Алшины. Они носители так называемого Алшинского кластера. Это Максаджабагин, Жексалак Муратсу Сабитов об этом говорили. Гаплогруппа С3С. У Ногайцев эта гаплогруппа очень редко встречается. Еще предстоит это исследовать. Опять-таки, Жексалак Муратсу Сабитов и некоторые другие исследователи, они связывают вот это объединение Алшин или Алчин у казахов с тем племенем Алшин или Алчин, который встречался у нагайцев. Оно действительно было и в Астраханском ханстве, и в Большой Орде, и в Ногайской Орде. Но здесь можно возразить то, что у нагайцев и казах много племен, которые носят одни и те же названия. То есть, например, Найман у казах среднего жуза Найман, у нагайцев Капшак, у нагайцев Капшак, у казах. Но это не говорит о том, что это одно и то же. Почему? Найман в казахской Агаплогруппу О встречается, а у наших и J1C, и N1C, и R1B. То есть, генетика не совпадает. Кстати, та же ситуация и с башкирами. То есть, у башкир, к примеру, есть род такой, табын, племя табын. Самое многочисленное племя у башкир. Такое же племя есть и у казах в Младшем жузе. Названия одно и то же, генетика разная. Здесь о алшинах у нагайцев. Алшинах у нагайцев. Вот на Кубани есть такая семья Альшуновы. Среди польско-литовских татар князья Алчинские. Среди топонимов в Крыму тоже встречается такой топоним Алчин, то есть, по названию племени. Оседали племена, название давали. А вот с генетикой совпадений пока еще у нас нету об этом. Речь, когда заводится о том, что якобы нагайские алшины ушли к казахам. Этот концепт не подтверждается. Только по созвучию мы ни о чем еще не можем говорить. Это один момент, о котором я хотел бы сказать. Единосущность казахских алшин с теми нагайскими средняковыми алшинами еще не доказана. Это раз. Второй момент, который тоже немаловажный. Быть, я уже говорил об этом, быть в нагайской орде, в составе нагайской орды, и быть, собственно, нагаем, это вещи разные. Вот туркмены и башкиры, они были в составе нагайской орды, да, и там Петр Иванович Рычков, Васильник Иштатищев, они почти не различали нагаев и башкир. Но народы это разные. Также туркмены и нагаи, это народы разные. Но, так скажем, то, что были в нагайской орде, ну, были и мы когда-то в составе казахского ханства нагаи, да, на некоторый период, когда там хан, Хак-Назар, ему удалось захватить нагайские качели. То же самое, наоборот, казахи, они входили в нагайскую орду на некоторое время, да, когда был период великодержавия, смогли отвоевать, да, и разгромить. Вообще говорили о том, что казахи исчезли как народ на тот период, да, и источники того времени. Нельзя мыслить такими простыми категориями, да, все это необходимо изучать дополнительно. Я думаю, я смог ответить на данный вопрос. Единственное небольшое дополнение, я напомню, то, что сейчас мне будут возражать, говорить, что вот есть, да, там у казахов сохранились предания о нагайских поэтах, да, стихотворные тексты, сохранились эпосы, 40 нагайских на это легко возразить. Дело в том, что эпосы эти описывают реалии кубанской и нагайской орды, попали они в XVIII веке, об этом не то, что я говорил, об этом же говорил Жексолк Мураш Сабитов. Это раз. Второй момент относительно текстов Шалкиис, Хастуган, Лос Мамбет, эти тексты, они попали в основном через посредство как раз, нагайского происхождения вот этих букеевских нагаев в XVIII веке, либо прямо были переведены из сборника Магомед Апендиас Маду Ногай Эм Кумук Текстлер, который вышел в XIX веке. На казахский язык были переведены и потом изданы. Там Алдас Пан, там Безгасажер Лай в сборнике, там прямо указано, что взято это либо облухамид Дженебеку поэзял, либо из вот этих вот, да, нагайских изданных текстов. Спасибо. Спасибо, Варим Ильвалидович. Вот здесь вот Даниил, он до этого задавал вопрос, оказывается, я пропустил, но он сейчас задал еще один вопрос, и они друг друга дополняют. Вот вопрос от Даниила звучит так. Рассматривается ли версия о связи близком или общем происхождении нагайцев, например, с енисейскими крыгызами? И нагайские племена Азов находят свои аналогии в названиях родовых подразделений крыгызских племен или крыгызское племя Мугуш и нагайское Мангыт? Рассматривается ли родоплеменная связь Нуаев с аэно-алтайскими племенами и енисейскими крыгызами? Здесь надо различать несколько вопросов касаемо енисейских крыгызов и средневековых нагайцев. Енисейские крыгызы это как раз нынешние представители алтайских народов, их прямые потомки, частично это нынешние крыгызы, то есть братский народ. С кыргызами, если мы будем говорить о тех, которые проживают в Кыргызстане, связь у нас несомненно есть. Почему? Потому что я уже привел сведения из Мажмута Вариха Ахсикенди, там есть сведения о переселении из территории подвластных Нагаев в Среднюю Азию. Часть родов у кыргызов племен связывает свое происхождение с Нагаями как раз и Чкилики еще несколько племен и в их преданиях сказано, что пришли с территории Причерноморья, с территории Кавказа. У Табалды Акеру есть на эту тему соответствующие исследования, хотя я воздержусь от того, чтобы полностью подтверждать все, что там приводится, потому что необходимо перепроверять относительно связи между Азами и Енисейскими крыгысами опять-таки созвучие еще не означает тождество, это необходимо изучать. Мне известно, что наш уважаемый ведущий сейчас Алим Касимович Максутов тоже генетические исследования собственные родословные проводил, оказалось, что носитель, представитель как раз племени Аз, носитель полгруппы Родина. Рамиль Валитович, у меня же интересная ситуация. У меня совпаденцы с периодом в 3800 лет, которые как раз-таки проживают в республике Алтай, два совпаденца, но ближайшие у меня из Западной Европы, из Англии, но общий предок у меня с алтайскими моими совпаденцами, родственниками, он проживал как раз-таки возле Самары, возле Самары в Поволжье проживал. То есть вот такой интересный момент, что часть получается потомков этого человека, они переселились в Алтай, часть переселилась в Западную Европу, в частности в Великобританию, а часть осталась в своих родных землях, чьими потомками я являюсь. Ага, ну, очень это интересно, я пользуюсь случаем про своих совпаденцев скажу, да, в ближайшие три тысячи лет, в основном там как раз румыны, поляки, сербы и хорваты, поэтому как бы и это не менее интересно, вот, и вообще Агаплогруппа моя, это древнейшее население Западной Европы. В этой связи, кстати, Рамиль Валитович, я бы хотел порекомендовать нашим слушателям вообще больше интересоваться темой генетики, потому что все-таки вот популяционная генетика это такой новый шаг в источниковедении, да, в исторических источниках, потому что вот через популяционную генетику очень много чего можно интересного узнать, поэтому призываем наших слушателей больше внимания этому уделять и более того, что есть энтузиасты создали так называемый Ногайский ДНК-проект, который вот в Телеграме работает и там вот консультируют по этим вопросам, пожалуйста, обращайтесь, это сегодня доступно и много полезного узнаете о себе и о своих предках и о своем народе мы тоже узнаем, потому что каждый новый тест это новые данные. Спасибо. Да, благодарю за такой пространный комментарий, действительно хочу поддержать наших молодых исследователей, это очень нужная важная тема, вот, и на самом деле мы, да, не являемся здесь пионерами, остальные прочие народы, они уже успели нас во многом опередить, и тем не менее те данные, которые сейчас у нас имеются, они позволяют, да, говорить о том, что с историей, да, Нагаев все далеко не так просто, не так сложно, как некоторые исследователи пытаются пропонести, но и не так просто, как казалось, да, вот, в частности, вот тот докейс в связи с переселением с территории при Черноморье на территории между речью Волги и Урала более чем интересные, там вот эти рода Кубаляк, Кумрук, там Дуваней, у Башкир, да, они как раз таки связаны с этой территорией, с этим переселением. Вот, Бекбулат, еще один вопрос, третий вопрос уже, пожалуйста, Бекбулат. Прошу прощения, что занимаю время лишнее. Нет, нет, наоборот, это очень интересно. Спасибо. Вопрос звучит так вот, Виктор Михайлович, кстати, помянул про это дело, что раз Мурза, значит, ну ай. Вот, соответственно, у меня вопрос такой получается. Являются вот татарские князья, русские князья, кстати говоря, тот же Юсупов, Урусов, то есть все князья являются Нагайцами, в частности Элегиидами, наверное, возможно. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Вопрос я по-другому сформулирую, да, чуть-чуть уточню его. Являются ли, скажем так, условно татарская аристократия, татарские, условно говоря, Мурзы, если в общем мы говорим среди русских, в казанском ханстве и в Касимовском ханстве и в сибирском ханстве и среди польско-литовских татар, является ли вот эта вот аристократия, князья, Мурзы, они все Нагайами или же нет? Спасибо, за вопрос. Да, ну, сразу скажу, что всех обобщать будет неправильно, вот для того, чтобы понять этот вопрос, если мы будем изучать опять-таки понятие Мурза. Понятие Мурза, оно и у кубординцев встречалось. То есть, возможно, что это такая калька, с применением Нагайского термина у кубординцев. И опять-таки у кубординцев тоже есть Нагайский компонент, но тем не менее, те, которые имеют происхождение инолиды, их тоже называли Мурзами, собственно, адыгской аристократии. Мурзами называли представители мордовской аристократии. То есть, это не всегда тождественно Нагайц или Нагай. Во-первых. Во-вторых, что касаемо казанской знати, во многом это будет правильно, то есть, это действительно многие из них были Нагайи. Яркий пример, пожалуй, это Чурана Рыков, Шурабатор. Опять-таки, идегиды, был, собственно говоря, Мангыцкий юрт в казанском ханстве и Нагайи брали, собирали с территории казанского юрта дань. Когда-то наши предки все поменялось. И были представители в Касимском ханстве из аристократии с Нагайскими корнями, там это семьи Нагаевых, Давыдовых, но были и те, которые имели какие-то местные корни, немного иные корни, так называемые бехониды. Не будет правильно все упрощать и обобщать, что все поголовно Нагаи, мы не будем болеть той болезнью, которой некоторые представители братских родственных народов болеют, все исключительно себе приписывать. Это и неправильно, несправедливо, но тем не менее, конечно, вне всякого сомнения, многие перечислены, они имели Нагайские корни, либо каким-то образом имели династические связи с Нагаями. Если мы будем говорить непосредственно об Урусовых и Юсуповых, то есть это русские, дворянские, княжские рода, имеющие Нагайское происхождение. Сейчас уже они не являются Нагаями в этническом смысле, для них родной язык русский, вера православия, они выпали из Нагайского этнического поля. Здесь, пожалуй, можно пример привести с представителями Мурскенбаевых, которые сохранили мусульманскую религию, Нагайский язык, опять-таки, со своим народом не расстались, даже когда в XVIII и XIX веке лишали сословного достоинства княжеского, именно статуса мурзы официального в Российской империи. Представители рода Тимбаевых, они предпочли остаться мусульманами, лишивши вот этих всех привилегий, но лишь бы остаться со своим народом и со своей религией. Вопрос от Ильяса Кабулова. Каким образом среди казахов младшего жуза появился род Нагай-казах? Являются ли они представителями Нагайского народа? Так, замечательно, спасибо большое за вопрос. Я внутренне радуюсь, потому что это мои родственники по материнской линии. Да, действительно, эти четыре рода Нагайского происхождения, вне всякого сомнения. Кстати, в казахском ДНК-проекте есть материалы, брали у них генетические материалы, и оказалось, что для них свойственны те же группы, которые свойственны для всех остальных Нагайцев. Есть архивные материалы о том, что в 1740-х годах группу терских Нагайцев переселили сначала в Астрахань, потом в Оренбуржи, в Кундрумскую Слободу, потом они оттуда по приглашению хана Абулхайра бежали, и некоторое время жили на землях рода Берш. И заключали, кстати, Хазберб, Хазалк, Худалк, то есть они свати остали, заключали браки с представителями рода Берш. Впоследствии они, кстати, считаются корме, они не входят в состав Младшоржуза, они составили особую привилегированную служилую группу при ханах. Это начиная с Абулхайр, хан, скорее всего, вернее, простите, не Абулхайра, а у Нурали хана оговорился, у Нурали хана, сына Абулхайр хана, потом у его сына Букея, затем уже у его сына Джангира, то есть это такая привилегированная группа, как раз в 1801 году было переселение Междуречья Волги и Урала, и Междуречья Волги и Урала первые, кто попросили переселиться, это были представители как раз рода Ногай, а затем уже, собственно, сам Букея хан, то есть это такой был пробный камень, а потом уже в самой Букеевской Орде, еще несколько слов, в самой Букеевской Орде они важную роль сыграли во время восстания Исатайта Аманова Мухаммеда Утимисова, они именно были теми, кто защитил ханов букеевских, подавил это восстание, то есть да, это несомненно Ногайцы по происхождению, естественно, да, они там браки смешанные заключали, хотя обычаи Энтагами, то есть когда стремились заключать браки именно с Ногайами, он тоже очень заметен у них, особенно вот у Урде, в Сайхине, в Дженнибеке, вот, и несмотря на то, что сейчас они, в общем-то, говорят на казахском языке, до сих пор у них Ногайские слова в обиходе есть, такие как там Бутпек, там Шокыш, там и так далее, то есть, ну, очень интересная эта группа, я могу о ней говорить часами, так что спасибо за вопрос. Для того, чтобы вы не останавливались говорить о своей любимой теме, еще один вопрос задали уже в чатах в WhatsApp наши зрители, которые, видимо, не знают, как задать вопрос в Zoom, спрашивают, примерная численность Ногай казахов какая? К сожалению, я сейчас не могу располагать никаким сведениям, потому что они записаны все сейчас уже, да, как казахи в переписях, вот, но предположительно что-то около 10 тысяч предполагаемая численность. итак, еще один вопрос от Даниила, принято считать, что миграция происходила в основном с востока на запад, причины этому войны, это изменение погоды, похолодание, что вело к тому, что нужно было искать новые пастбища, исходя из сказанного, миграция Ногаев происходила с запада на восток, почему и какие были основные причины. Здесь надо посмотреть, да, что здесь имеется в виду, какая именно миграция... Рамиль Валитович, вы почему-то... А вот, сейчас нормально. А какая именно миграция здесь имеется в виду? Если мы с вами говорим, да, о первоначальной миграции, да, то это территория с запада на восток, да, она, ну, некоторые слетели ранее связывали именно с тем, что, да, Ууст Ногаев, Тахта, да, разбил Ногаев, и, соответственно, надо было произвести такую, да, так скажем, изменение, изменение, перетасовку подвластных кланов. Дело в том, что ни один правитель, ни один правитель, он, да, сам по себе ничего не значил, у него всегда были подвластные, да, племена. Соответственно, если правитель исчезал, да, или переподчиняли другому правителю, то, соответственно, переселяли этот народ. Вот. И если мы будем говорить о более поздних, да, перемещениях, то есть, если, например, речь идет о 16 веке, когда переселился уже Газибин Урак, да, на территорию Малого Ногаев, то это вот чисто политические, да, противоречия. То есть, они не были согласны с той линией, которую вел Би Исмаил, Би Большой Орды, и поэтому они предприняли это переселение. Но, опять-таки, то, о чем я не успел сказать в своей лекции, дело в том, что на Северном Кавказе еще до Малого Ногаев существовал Ногайский эолит. Это вот турецкий исследователь Муфит Садык Бельга, он говорит о том, что уже, да, того, как Казы и Варда были основаны, имелся Ногайский эолит на территории Северного Кавказа. Это был такой запасной аэродром, условно говоря, для Би Юсуфа, который был, собственно говоря, Би Исмаилом разбит. То есть были много причин, политические причины во многом были. Так, вот у нас попросил слово Рафиль Ревгатович Асалгужин, исследователь из Башкорстана. Пожалуйста, Рафиль Ревгатович. Я слышно, да? Спасибо за приглашение, очень интересное мероприятие у нас. У меня такой вопрос. У нас завтра будет мероприятие, конференция, третье мажористские чтения, посвященное археологу, и у нас тут активизировались такие моменты, споры нашими казанскими коллегами по поводу мавзолеев, по поводу создания музея кочевой культуры. Вот, Рамиль, ваше отношение к этому, к нашим дискуссиям с нашими татарскими коллегами, вы, наверное, видели, да, у нас есть дискуссии, много видео, много обвинений в наш адрес, в адрес башкирских ученых, в том, что мы не приглашаем, вернее, приглашенных отказываемся в приглашении на конференцию, и споры по поводу мазелинных комплексов в западной Башкирии, что, якобы, мы не имеем права башкиры, музей кочевой культуры делать в Чешминском ранее, по их словам, именно в местах компактного расселения татар, тем более, тут не было кочевников и полукочевников, почему бы нам не делать это там, где в комплекс, допустим, Бендабикан в юго-восточной Башкирии. Ну, ваши отношения, ваши комментарии бы хотелось бы услышать от наших нагайских коллег. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вот, ну, на самом деле вопрос очень интересный, и я думаю, он требует пространного такого, да, ответа. Дело в том, что не секрет, что в сложении башкирского народа участвовали многие ордынские компоненты, и кепчакские, да, непосредственно доордынские, и, собственно, ордынские, да, такие племена, там, как Дуван, Салют, Минк, да, и многие прочие. То есть, претендовать на ордынское наследие башкиры имеют полное право, да, там, как, собственно говоря, может быть иначе, если это плоть от плоти, да, современного башкирского народа, во-первых. Во-вторых, что немаловажно здесь, да, отметить, я, насколько знаю, территория, где находятся Чешминские мавзолеи, это территория, где происходило все-таки кочевание, да, полукочевой быт присутствовал, и там, вот, где селище Подымалово, рядом находятся многочисленные деревни башкир племени Минк, да, то есть, как-то так, никаких башкир там не было, были одни татары. Я вот с этой тематикой, может быть, не так давно ознакомился, последние года три-четыре, наверное, но я заметил, какое сильное сходство, да, я знаю, ну, ситуация, с нашей, да, ситуация, которая у астраханских нагайцев. У нас так получилось, что в начале двадцатого века произошла такая татаризация, да, астраханских нагайцев. То же самое, пожалуй, произошло, да, и с башкирами с северо-запада Башкортостана, да, то есть, многие те, кто помнили свою родовую принадлежность, и так далее, в силу сходства, да, ну, литературный язык отличается башкирский от того, да, диалекта, на котором говорят на северо-западе. И похожая ситуация, да, произошла у вас там, у нас, и на самом деле мне непонятно недоумение, почему там пустили или не пустили на конференцию. Дело в том, что вот на моей практике две или три заявки было отправлено, там, нагайскими, да, представителями науки в Казани, и не рассмотрели. И в любом информационном письме бывает такая надпись, да, известная, да, в положении, то, что организаторы конференции оставляют за собой право, да, там, рассмотреть или не рассмотреть ту или иную заявку, да. В-третьих, ну, я знаю прекрасно, что уже, да, там, в Челябинской области представители науки Татарстана провели какой-то свой, да, научный, там, форум, там, или мероприятие, где заочно объявили эти мавзолеи принадлежностью татарского народа и только лишь, да. Я вот лично нахожусь в недоумении, я не понимаю, почему у нас представители, отдельные представители, не всего, конечно, народа, но отдельные представители братского татарского народа хотят присвоить все золотородинское наследие и крепчакские тоже исключительно себе. Я этого понять не могу. Вот у меня, например, много вопросов. Дело в том, что и крепчаки, да, там, и золотородинские племена, да, участвующие, да, участвуют в этнегинезе многих, очень многих народов, а не только одних, там, казанских, там, да, или мещарских татар. То же самое, пожалуй, вот у меня сейчас тема, мне близка эта тема, да, касаемо мавзолеев. Почему? Дело в том, что у нас на территории Астраханской области находится, да, находилась некогда столица Золотой Орды, город Сарай, Сарай-Бату, и много памятников, связанных, да, с Золотой Ордой. Так вот, наши татарские, да, братья, определенная их часть, вернее, да, не вся, она заявляет о том, что вот, нам не дают проводить, там, научные исследования, и так, а здесь вот у нас они проводят раскопки в рамках исследования, в рамках поддержания идентических татарских народов в Астрахани у нас на сакральных объектах для нагайцев. Еще в 19 веке, в 18 веке нагайцы посещали Сарай-Бату, посещали, да, комплекс Довлетханка, именно как сакральные места, то есть там собирались, делали мажлицы, да, просили Всевышнего о том, чтобы простить грехи предков, да, то есть для нас эти места золотародинские, они для нашего народа сакральные, а вот именно представители некоторых братского татарского народа, они присвоили это себе, назвали татарскими, здесь они, да, производят это, а вот в Башкирии им, извините, не дали. Но я надеюсь, что все-таки ситуация нормализуется, да, и найдутся какие-то, да, более здравые, допустим, люди, так скажем, которые постараются всю эту, да, печальную ситуацию нормализировать, да, прийти к какому-то компромиссу, но вот эта ситуация, да, она мне напоминает известную русскую поговорку, ты в чужом глазу соринку увидел, а в своем не видишь бревна. Вот эта ситуация, когда золотародинское наследие, да, оно пытается его закрепить только за казанским татарами, не только за татарским народом, а на, да, на народы Астраханской области, да, то, что вот это достояние всей Астраханской области, да, не обращает внимания, это ситуация, конечно, вопиющая, у нас даже представители Совета Старейшин на Гайского народа писали письмо в Федеральный агентство по делам национальности, чтобы обратили на это внимание, чтобы не было атрибутации этих, да, артефактов, связанных с Золотой Ордой, с Узбекханом, да, чисто как татарских, а, к сожалению, да, там, если мы посмотрим СМИ, татарстанские, там везде трубят, что вот это татарское наследие, там, достояние татарского народа, вот, я надеюсь, что все-таки ситуация поменяется, спасибо большое за вопрос. Рамиль Валитович, вот у нас здесь Юсупов Алтын, пожалуйста, Юсупов Алтын, можете включить микрофон, камеру тоже можете включить и задать вопрос. Добрый день, друзья, саламу алейкум. Алейкум асалам, а, это Юсупов Алтын, Юлдаш, Юлдаш Мухаммадович, да, пожалуйста. Да, вот ты на треме моего сына, поэтому я уже не стал, рад приветствовать Виктора Михайловича, нашего докладчика, Рамиль Валитовича, всех наших друзей. Мы очень рады, здравствуйте. Да, 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 Расилия приветствую, конечно же, очень рад, что такой семинар проходит, он действительно на очень высоком уровне. К сожалению, в силу своей занятости мне не всегда приходится, не всегда удается принимать участие на подобных семинарах, но ради наших друзей, ради наших братьев на ГАЭС, я, конечно же, отложил дела и полностью прослушал доклад, лекцию. Действительно, очень важная, актуальная тема. Она многогранная на самом деле и она в лучших, можно сказать, в лучших традициях на ГАЭВЕДИНИ сделана, а на ГАЭВЕДИНИ это на самом деле огромнейшая традиция, огромное на самом деле наследие, научное наследие нашей отечественной науки и благо, что Рамиль Валидович вошел, так сказать, в ряды уже не только по факту, но и по своему статусу, в ряды на ГАЭВЕДИНИ и очень рад и хотелось бы, конечно же, поздравить, поздравить Рамиля Валидовича, поблагодарить Виктора Михайловича за настойчивость, упорство на самом деле. Мы прекрасно понимаем, какая роль воспитать действительно вот эта наставническая роль воспитать ученика, можно сказать, в научном плане действительно требует больших усилий, больших энергетических затрат, психологических затрат, поэтому я искренне благодарен научной школе Астрахани, астраханской научной школе, исторической школе. И я очень рад, что подобные молодые ученые будут продолжателями этой самой школы. Он и сам молодец. Да, конечно. Никто и не спорит, конечно. Дорогие друзья, здесь, конечно же, вопрос этногенеза, это вопрос происхождения, вопрос достаточно многогранный, междисциплинарный, по большому счету, поскольку только лишь одним видом источника здесь решить проблему данного случая просто невозможно. И здесь я бы на что обратил, на самом деле хочется комментировать каждый какой-то вопрос, поскольку у меня, как ученого, который занимался ногами, действительно есть определенное свое мнение. И единственное скажу, что действительно вот планку, которая сегодня, на которую, планка, на которую мы должны сегодня выходить, она очень сложна, она требует действительно даже не столько навыков поиска, а больше навыков систематизации. Ну, сейчас мы это видим на самом деле повсеместно. Очень много материала накопилось за все эти годы, и в одно время даже становился вопрос, а надо ли вообще нам вот эту вот в том виде историческую науку продолжать, как говорится, даже такие речи звучали. Но сейчас, в принципе, все примерно вводят к тому, что необходима систематизация, необходим междисциплинарный подход, а уж что касается этногенеза народов, это, конечно же, в первую очередь, поскольку, ну, если уж там Раим Валерьевич упоминал такую нашу старую советскую школу, даже, собственно, тогда уже было понятно, что этнос это не только культурная передача культурной информации, но и, так сказать, демографическое развитие, да, то есть, по сути своей, вот я лично вижу, человек, который занимался генофондами, в том числе нагайцев, башкир, уралповозских народов, что на самом деле этнос это некий механизм воспроизводства, механизм воспроизводства как в культурном как в культурном плане, так и в демографическом плане, и на самом деле, если уж так посмотреть, что на сегодняшний день мы не найдем ни одну идентичность, которая бы могла воспроизводиться сама по себе и содержать информацию о принципах демографического воспроизводства, самовоспроизводства, да, то есть, ни одна идентичность не хранит эту информацию, только этническая, и когда разрушается этническая структура культурная, разрушается и демографическая, сейчас вот много говорится о стратегии демографии, вот у нас там один за другим круглые столы и стратегические сессии проходят по демографии с привлечением всех государственных и общественных структур и так далее, но на самом деле именно этничность, которая у нас сохранилась, в первую очередь, конечно, в сельской среде, в традиционной среде, она и есть на самом деле тот органичный механизм, который способен сегодня давать такой демографический эффект. Все другие механизмы, они на самом деле социальные или обеспеченные деньгами, они на сегодняшний день по большому счету не работают. Это что касается теории такой общей, да, что касается непосредственно происхождения нагайского народа, то я бы здесь помимо целого огромного пласта, я бы здесь обратил внимание на дискуссию, которая здесь возникла, это по поводу едисанов. На самом деле возможно, вот это ориентирование, ориентирование на этнонимию, она на самом деле, ну, она может на самом деле не совсем, точнее, совсем не точно отражать реальные процессы, реальные этнические процессы. Здесь приводился пример с табынцами, например, табыны у казахов, табыны у башкиров и так далее, несовпадение полное, абсолютное просто. То есть люди просто переняли какое-то название, одно название, более престижное, можно сказать, и начали его воспроизводить из поколения в поколение. Но, с другой стороны, и нельзя недооценивать, это вообще уникальная, родовая структура, это в целом уникальный инструмент, ну и в целом этническая структура, это уникальный в том плане, вот как отпечаток пальца на самом деле. Исчезает народ, исчезает его структура, соответственно. А родовая структура, это основа, это тот самый отпечаток пальца, который маркирует идентичность народов, связанных, так сказать, с ордынской, кочевой историей в целом. И поэтому, конечно же, когда мы видим сохранение, сохранение таких элементов, как, например, едисанов, мы можем говорить о том, что да, этнический дискурс, этнический дискурс, который, вот этот тонкий механизм, передачи информации из поколения в поколение, он смог перенестись от западных, там, копчаков условно, да, назовем пока, к ногаем нового времени. мы можем это фиксировать и уверенно говорит о том, что вот этот элемент, он сохранился. Здесь следующий шаг, это найти другие параллели. То есть, одно этнонимическое совпадение, оно, в принципе, особо не дает, оно просто дает поле для размышления. Дальше идет речь о, найти что-то еще такое, что, где мы можем вот эту наследственность обосновать. Я в этом плане привел один пример, так сказать, с отрицательной коннотацией, пример табынцев, да, или копчаков, да, копчаки везде есть, почти у всех народов, но, я уверен, почему-то большинство из них, ну, просто не имеет такого генетического родства с реальными копчаками, как, скорее всего, башкирские копчаки тоже вряд ли имеют отношение к копчакам. Все-таки, когда мы смотрим на их генофонд, они полностью привязаны до Могольскому, до Ордынскому периоду и до Копчакскому. Я бы здесь другой хотел пример в отношении с башкирами привести, вот где вот эту наследственность мы можем проследить, это пример рода Юрматы и Яней, которые, как и тогда, в X веке, когда Багринародный фиксировал фиксировал вот эти вот кланы мадярские, да, они были родами, так и теперь, они тоже родовые объединения, то есть без изменения своей структуры, то есть они, то есть не изменилась их таксономия, можно сказать, их уровень не изменился, они так и остались родовой, клановой структурой, так и они продолжали оставаться до нового времени, входя уже в состав другие структуры этнические, что нельзя сказать о большинстве, конечно, таких вот родовых, можно сказать, заходов. Ну, это я, наверное, углубился. Я что хочу сказать, что сейчас, я считаю, если мы поставили научную проблему происхождения Нагаев, связь его с доордынским периодом, что мы должны, то мы должны сейчас рассматривать реальные какие-то дискурсы, которые смогли перейти от домонгольских западных копчаков к Нагаем нового времени. Вот эти элементы мы должны найти и каждое по отдельности обосновывать. И это не просто совпадение этнонимов, это более такая сложная система. Вот. Ну, на самом деле, я здесь даже записывал много о чем хотел сказать, но я уж не стану здесь говорить. Единственное, упомяну вот последний вопрос Рафиля по поводу вот этого некого, ну и сложно назвать его скандалом, что ли, потому что это уже не в первый раз, а некий такой фарс, да, фарс, который превратили наши казанские коллеги. Это было еще заметно еще в период предпереписного периода, да, информационной войны. Это было видно после семинара по сибирско-татарскому языку, какой поднялся, точнее, пытались, что ли, поднять шум, что ли, какой-то флер вот этот информационный и то же самое по мавзолеям. То есть в этот фарс, я по-другому никак и не могу этого назвать, пытаются превратить наши коллеги всю нашу науку. Здесь даже до определенных терминов даже можно сказать, ну, обвиняют, что не пустили на конференцию. Что значит не пустили? Она даже не началась, как можно туда не пустить? Дружинники там стояли как будто, мне странно, а не принять заявку на конференцию, это вполне обычная рабочая практика, и меня не пускали на конференцию, но скандал из-за этого превращать в какую-то там деланную обиду делать, отдел там ноту какую-то выставлять, но это совсем уже не по-научному, не по-нашему, как говорится. Я еще раз хочу поздравить всех коллег, действительно, очень хорошее мероприятие, и рад за вас, рад за Рамиля Ишмухамбетова, рад за организатор подобного семинара. Спасибо большое. Спасибо вам, Юлдаш Мухаммадович, очень ценный анализ, я думаю, что Рамиль добавит что-нибудь или прокомментирует, пожалуйста. Во-первых, я скажу Бигзур Рахмат, Алга Башкор Казахстарам, это я то, что скажу, то, что все, что нам сказал, но на самом деле вот, да, правильно было, были высказаны некоторые замечания, да, и пожелания в отношении, где, в каком направлении необходимо нам двигаться дальше. То есть сейчас мы стоим, да, мы еще стоим на пороге изучения, более детального этой темы именно в отношении этнической истории нагайского народа, потому что, вот, правильно было сказано в самом начале, есть некоторые дискуссии, есть некоторые стороны, которые тянут каждый одеял на себя, вот, где, собственно говоря, ответ, да, от нагайской стороны не будет, один какой-то спикер полностью, так скажем, не охватят все стороны этого вопроса, я, конечно, надеюсь и в дальнейшем производить исследование в этом отношении, но, конечно, необходимо, чтобы были, привлекались, да, и сами высказывали желания и новые молодые исследователи, чтобы наш народ, представители нашего народа шли в науку, изучали, это раз. Во-вторых, что сказано было в отношении вот такого маркера, да, как родоплеменной состав, мы можем сказать о том, что нагайский народ, да, его родоплеменной состав, да, и вот эта вот кочевая практика сохранения там, сохранения там вот этой вот родословной памяти, она и в эпосах есть, отражается, это, конечно, золотое, драгоценное наследие, которое нельзя вот растерять. Каким образом у нас в Астрахани, да, происходило возрождение нагайского народа, мы знаем свои рода, мы знаем свои, там где, то, что мы кочевали до начала 30-х годов, то, что мы никакие, на самом деле, не татары, не казанские, там, и говорим мы на своем собственном языке, для нас это, конечно, в том числе и родовая структура, и вот эта вот память о Достанх, да, она очень сильный, мощный импульс дала, во-первых. Во-вторых, что касается сохранения домонгольской, вот этой этнонимии, она частично сохранила, вот мы знаем, у половца был род, который назывался Ас-Опа, Ас-Опа, он, на гайце есть, род Ас, как раз-таки Вадим Исус Штрепаов связывал, да, с домонгольским, вот этим Асским, холландским компонентом. С другой стороны, на самом деле, Михаил Викторович Горелик, один из таких видных исследователей, как раз-таки половицких древности, он говорил о том, что в западном, Дэш-Текепчаке, в западной части Улуса-Жучи произошла смена во многом этнических названий, то есть прежние домонгольские названия, они как бы исчезают и заменяются монгольским, то есть это как раз у польско-литовских татар, у крыльско-татар, у нагайцев, а вот именно на территории восточной части Улуса-Жучи, где как раз проживает Башкира, да, там вот эти древние названия Юрматы, Яней, Упеи, там и так далее, они сохраняются, то есть это вот интересный маркер такой, да, с другой стороны надо сказать, что вот для юрматинцев, да, это несомненно, да, такое древнее очень племя, но у них есть щеджеря родословия, вот именно за что мы должны быть благодарны нашим башкирским братьям, они сохранили память об самых, да, на таких древних пластах нагайской истории, там в родословные роды Юрматы так и сказано, то, что бесчисленные нагайцы, они вернулись на Кубань, то есть они сначала держали совет, потом вернулись на Кубань, что предки наши пришли с Кубани, опять-таки Вадим Винцевич Штрепавов в своем очерке о нагае в Башкирии, он сообщает, что большинство родословных, связанных с нагайцами, они упоминают то, что пришли с территории когда-то с Кубани, и эта информация, она дает понять, откуда на гае явились в свой мангутский юрт на Яеке, то есть они явились с территории с Прикубани, с Северного Кавказа, там с Крыма, с Перчерном Крыму. Рамиль Валитович, плавно сразу же переход к вопросу, потому что он как раз-таки по этой теме, вот Талу Багатер Ногай спрашивает, есть версия, что Эдигей увел Ногаев с Кавказа и Крыма на территорию Западного Казахстана от Тамерлана. Что можете сказать на этот счет? Ну, это ровно цитата, да, из истории Ногайской Орды, да, монографии Владимира Ивановича Трепавла, там прямо так и сказано, что следующий, следующим этапом, да, из, допустим, перекочевок мангутов, это из территории Северокавказских степей на территорию, да, Яйка. Зачем это было сделано? Затем, чтобы спасти от нашествия Тамерлана. То есть он знал, что так будет и быстро-быстро ушел. Илья Геев, он убил свои подвластные рода, туда вот, в безопасную территорию, где потом впоследствии мангутские юрты был основан, который дал основу, начало Ногайской Орды. То есть это вот непосредственно можно обратиться к работам Вадима Ивановича Трепавла. Ну, очень странно, что Вадим Иванович Трепавлов, он приводит, да, эти многочисленные сведения, да, там, о сражении с нагайцами у чеченцев, там, о пребывании, да, рядом на территории нынешнего Приазовья, да, и так далее. Потом раз и говорит, что вот, это Средняя Азия. Я думаю, что Рамиль Валитович, вот, Вадим Винсервич, несмотря на то, что он придерживался другого мнения, да, что вот Ногай, они никаким образом не были связаны с улусом вот Золотардынского темника Ногая, несмотря на это, вот, его исследовательский талант, его исследовательский долг, он не позволял, скажем так, скрывать тех фактов, которые он обнаруживал в различных источниках, он сам прямо об этом пишет, что в различных источниках встречается, что термин Ногай, он выходит за пределы Ногайской Орды и был распространен и в Крыму, и в Большой Орде, и так далее, да, вот, но, несмотря на то, что он придерживался иного, он все-таки эти данные приводил, то есть, это говорит именно о исследовательском профессионализме Вадима Винсервича, да, вот, наверное, так будет корректнее сказать. Да, я здесь полностью с вами соглашусь, да, несомненно, имея несколько иные воззрения, он не скрывал эти данные, и сейчас мы можем опираться на тот колоссальный труд, который он проделал, на ту работу, которая у нас имеется. Вот я упомяну еще такие владения, как Татаркосий и Кремов, Наталья Георгиевна Волкова, она тоже связывалась с Ногами, вот, и, собственно говоря, некоторые современные исследователи, племя Кумрук, у башкир Ногайского происхождения, связаны с этим с Кремов, но это еще предстоит исследовать, конечно. Ну, и тут же можно упомянуть, кстати говоря, такое государственное образование, как Тюменское Шамхайство, потому что они существовали параллельно, Тюменское Шамхайство и Кремов, и Татаркосия, то есть, это Северный Кавказ, и наряду с ними вот тот самый Ногайский Иолет, который вот один из, скажем так, исследователей, турецких исследователей, черкесского, кстати говоря, происхождения, Муфит Садык Бельгия, которого вы упомянули, с которым я встречался, даже общался насчет этого, он приводит данные о том, что Юсуф Бий в контакте с османами основал на Северном Кавказе вот такое вот образование, как Ногайский Иолет. Иолет это провинция, переводится, это прямая провинция, которая управлялась из Османской империи. То есть это очень интересно, что на Западе от Ногайской Орды существовали такие не одно, а несколько даже государственных образований, как Кримухта-Таркосия, Ногайский Иолет и Тюменское Шамхайство, которые исследователями связываются с непосредственно Ногайами. Как? Да. С вашего разрешения упомянуть, да, как раз о Тюмени, то, что туда потомки ханов Большой Орды переселяются, да, и что интересно, в качестве Бектербека, да, там представитель рода Мангытов в Хаджике, да, или Азике Мансур, он в Ногайских эпосах и стихотворных преданий сохраняется, да. Опять-таки, да, на самом деле Вадим Винсуще он писал, то, что Кирмен он встречался, да, и в Большой Орде, и в Крымском юрте, и значительно шире, чем просто, да, Ногайская Орда, его вот эта территория бытования была. Ну, здесь опять-таки про Большую Орду можно упомянуть. Спасибо, Рамиль Валитович. Как я вижу, вопросов больше нет. Если есть какое-то итоговое слово, то я могу предоставить вам слово. Если нет, то я могу сам его сделать. Вот Ахат Губавич Салихов из Чаджире башкирского рода Юрматы. Наши предки пришли с рода Губани из-за земли и воды пришли, чтобы найти прохладные места и прохладную воду. Но оказалось, что зимняя стужа хуже зноя. И не из системы Ногаи решили бежать. Люди пришли просить Бурнак Бея остаться. Он остался, а его брат Ядгар Бей откачивали на Кубань. Это дополнение от Ахат Губавича Салихова Зур Рахмат Ахат Губавич за то, что присоединились, за то, что смотрели, за то, что дополнили. И также Талу Багатер еще один вопрос прислал. Я думаю, что это финальный вопрос, потому что у нас уже действительно мы практически два с половиной часа в эфире. И давайте на этом вопросе будем закругляться. Есть версия, что первым Шамхалом у Кумыков был известный Ногайский Мурза Агиш, который владел Ногайским Тюменским дюртом на Тереке. Это правда? Вот здесь я не могу не подтвердить, не опровергнуть. Скорее всего, все-таки Шамхал это несколько иной род, но действительно то, что Мамай, Агиш и Агиш они правили на Тюмени, такие сведения у нас вне сомнения имеются. По поводу завершающего слова я хотел сказать большое спасибо всем тем, кто к нам сегодня присоединился. Такое активное участие. Я даже не ожидал, что такой, можно сказать, фурор произведет моя лекция. Будет такое замечательное обсуждение. Я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал. Виктора Михайловича Викторина в особенности Илдашу Мухаммад Юсупову, Рафиля Агай Асалгужина, Ахата Губайща Салихова, всех-всех. Алима Касимовича Максутова за то, что был сегодня нашим модератором. Замечательно, что вот эту тему мы смогли ее начать рассматривать. Я надеюсь, этот замечательный формат, который сегодня мы запустили, он найдет свое продолжение. Я всегда к вашим услугам. Спасибо большое. Big Coups of Wands. Да, я также скажу, пожалуйста, Виктор Михайлович, вы хотели бы что-то добавить? Пожалуйста. Только поблагодарить организаторов. Счастлив, что принял участие. Ну и сейчас кто-то ладошки поставит, кто-то в экран. Я думаю, поблагодарим и поздравим дорогого и уважаемого Рамиля Валитовича. Да, поздравляем Рамиля Валитовича Ишмухамбетова, он недавно защитил кандидатскую диссердацию и его степень, она была подтверждена аттестационной комиссией, уже официально он кандидат исторических наук, поэтому, да, присоединяюсь к поздравлению. И также я призываю наших участников, участников данной лекции, я, кстати говоря, тоже был удивлен, что практически всю лекцию, 27, 28, даже 29 человек, они постоянно находились здесь два с половиной часа, это не шутки, значит, тема действительно была интересующей, значит, формат, он действительно актуален, поэтому в будущих, на будущих наших подобных онлайн лекциях, то есть, этот формат будет продолжен, и мы будем рады видеть и присутствующих сегодня исследователей, и тех, кто к нам сегодня не присоединился, и из России, и из-за рубежа, из, например, мы, я думаю, что всем было бы интересно увидеть здесь исследователей из Гагаузии, вот, с ними контакт есть, поэтому мы, наверное, будем это организовывать, и также призываю вас писать, если есть у вас предложения и какие-то советы к нам на почту на гайологи собака gmail.com и также подписывайтесь на наш канал на гайологи на гайведни на сайте YouTube, пожалуйста, да, я вот отправлял уже, все присутствующие растут дальше и выше, Рамиль Валидович, нужны научные руководители. Спасибо. Да, мы будем стараться, будем стараться также, чтобы наш проект направлен на популяризацию науки, поэтому мы будем стараться популяризировать именно науку и будем работать на то, чтобы, скажем так, из нашего народа выходило больше Рамилей и Шмухамбетовых, больше кандидатов наук, вот, поэтому в Барнице сау болны с косаланганз га, тыгнанганз га. И да, какое-то слово хотел сказать Рафиль Рифигатович, пожалуйста. А, нет? Нет, не хотел. Сау болны с Барнице, в Барнице гэде хайрлэкеш, ассаму алейкум, аман сау болны. Всего, всего хорошего. Сау болны.